Продолжение следует... Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ирина Агулова, я руководитель направления Шри-Ланка компании Spectrum Travel. Пожалуйста, напишите, видно, слышно, как связь... Норм-связь, все хорошо, отлично, очень рада. Итак, сейчас начнем наш разговор с того, что я еще раз представлюсь. Ирина Агулова, компания Spectrum Travel, веду направление Шри-Ланка. И хотелось бы пару слов сказать о компании Spectrum Travel. Наверное, многие знают, мы еще, можно сказать, туроператор года основания 91-й. То есть мы работаем очень давно, можно сказать, еще с прошлого столетия. Уже как бы второе столетие в работе. Делаем различные направления. И имеем блоки мест, об этом не все знают, но хочется сказать, на различных направлениях, таких как Турция, Египет, Шри-Ланка, о которой мы сегодня будем говорить, Таиланд. Кроме этого, на рейсах авиакомпании Conviasa, которые летают до Гаваны, у нас тоже гарантированные блоки мест. Так что, пожалуйста, смотрите наши цены. Мы делаем хорошо Арабские Эмираты. Так что смотрите наши цены и бронируйтесь. Кроме этого, кроме блоков, у нас еще есть различные программы в различные страны на ГДС. Да, и тоже цены все можно у нас посмотреть. Вот. Теперь хотелось бы перейти уже к основной теме нашего вебинара. Это Шри-Ланка. А, еще такой момент хочу сказать, что у нас скоро Новый год, и поэтому очень прошу бронировать все заранее, все направления без исключения. Потому что номеров определенное количество, они не резиновые, и поэтому что в Шри-Ланке, что и на других направлениях, поэтому, пожалуйста, чтобы подобрать хороший вариант, а не отправлять туристов куда, как бы, где остались места, поэтому, пожалуйста, старайтесь бронировать это все заранее. Вот. Теперь, значит, переходим к Шри-Ланке. Замечательная, как здесь написано, благословенная земля. На самом деле это так. Очень много есть людей, которые полюбили Шри-Ланку, и у нас возвратных много туристов, которые как бы один раз посетили и возвращаются еще раз. Этот вебинар мне поможет вести представитель нашего принимающего партнера, она потом представится сама еще тоже, Дарья. Это Exotic International, принимающая компания на Шри-Ланке, одна из крупнейших и представляющая очень качественный сервис. Мы с ней с удовольствием сотрудничаем уже на протяжении многих лет. Итак, продолжим говорить про эту замечательную страну. Итак, это Южная Азия государство, на острове же Шри-Ланка, юго-восточное побережье Индии. Крупнейшим городом страны является Колумба. Вот вы видите, да? Видно, да, курсор? Это столица, и это основной аэропорт, куда прилетают в основном все регулярные рейсы. Если мы бронируем туры на Шри-Ланку по системе с ГДС. Это, конечно, очень интересная страна. Древнее ее название Цейлон, но это вы, наверное, все знаете. Эта страна очень интересна из точки зрения просто отдыха, из точки зрения экскурсионного, экскурсий. Там есть что посмотреть, очень интересная центральная часть Шри-Ланки, чайные плантации. Если ваши туристы захотят не просто отдохнуть, а сделать себе комбинированный тур, экскурсионный плюс отдых, то это мы тоже можем сделать и с удовольствием отправим ваших туристов. Несколько слов я хотела бы сказать, на чем мы, еще раз повторить, летаем на Шри-Ланку. Это регулярные рейсы авиакомпании Аэрофлот в Колумба по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям. Это ГДС, плюс регулярные рейсы Эмирейт, Аэр-Арабия, Гольф-Эр, Шри-Ланка-Эрлайнс, Катар-Эрлайнс и Флай-Дубай. Как я уже говорила и ранее, мы точно так же у нас есть блоки мест на рейсах авиакомпании Рэд-Винкс на Шри-Ланку, аэропорт прилета Маттала. Вот этот аэропорт прилета Маттала, он находится вот здесь. И рейсы из Москвы три раза в неделю, рейсы из Казани два раза в неделю по вторникам и субботам, из Новосибирска по средам и воскресеньям, из Екатеринбурга по вторникам и субботам. Из Москвы три раза в неделю, но там чередуются дни, немножко они различные, поэтому как бы лучше смотреть четкое расписание у нас в системе «Спектрум» на сайте. Как я вам показала, аэропорт Маттала находится вот здесь, вот. И ближайшее Хамбантоте – это место, которое как бы туда можно доехать за 30 минут, до Тангали за 55 минут, а Бентоте – это два часа, около трех часов расстояния примерно по времени занимает, чтобы туда доехать. Вот, поэтому как бы тоже это нужно иметь в виду, когда выбираете, куда отправить ваших туристов. Еще хотелось бы, хотела бы пару слов сказать про визы. Шри-Ланка, въезд в Шри-Ланку. Возможен по паспорту срок действия, которого полгода с даты въезда. Виза требуется на Шри-Ланку. Виза, мы делаем визу электронную, оказываем содействие в получении такой визы. Виза делается минимум, ну, грубо говоря, хорошо бы подать документы минимум за неделю до заезда ваших туристов. А так, чем как бы больше, конечно, тем лучше и спокойнее. Вот, кроме, если туристы не успели сделать визу, то визу можно сделать по прилету на месте уже в аэропорту. Но это какое-то время занимает, поэтому, конечно, для туристов удобнее уже иметь визу и спокойно уже с готовой визой приехать. Обязательным еще документом является медицинская страховка, которую мы тоже предлагаем. Страховая компания, с которой мы работаем, это компания Индострах. Это страх, вот, страховки без франшизы, входит покрытие рисков от COVID. Вот, так что, вот, это, в принципе, все такие технические моменты, которые бы я хотела бы рассказать, затронуть. Прежде чем передать микрофон как раз Дарье, Дарья, добрый день. Я выключаюсь, подключусь в конце. Так что передаю слово Дарье представителю, принимающей компанию DMC. Дарья, добрый день. Как меня рада видеть. И сейчас его услышим. Вот, и передаю слово Дарье. Дальше уже она расскажет про все нюансы встречи, какие отели лучше бронировать, когда бронировать. Вот, так что все из первых уст, как говорится, человек, который находится там, все равно проинформирован лучше, чем мы. Но если у вас какие-то вопросы будут, пожалуйста, пишите в чате. Мы с удовольствием в течение вебинара ответим. Или можно будет писать, опять же, в конце я подключусь со своими контактными данными. Можно будет писать мне на почту, и мы вам ответим с Дарьей, согласую. Все, Дарья, я отключаюсь и передаю слово вам. Да, Ирина, спасибо большое. Приветствую вас всех, конечно же, сегодня на этом вебинаре. Отдельное спасибо Ирине. Она уже со своим вступительным словом немножко вам рассказала о Шри-Ланке. Немножко познакомила вас с ней. Напишите, пожалуйста, в чат пока, что вы вообще были на Шри-Ланке, знаете про нее. Может быть, кто-то уже в инфотуре был или на вебинарах. Расскажите немножко о себе. Меня зовут Дарья, да, как Ирина меня уже представила. Я представитель принимающей компании на Шри-Ланке. Это Exotic Holidays International. И чуть подробнее я вам сейчас об этом расскажу. Но хотелось бы, конечно, получить все равно от вас немножко обратной связи. Как я вам сказала, напишите в чате, если были на Шри-Ланке. Или, может быть, собираетесь посетить ее в ближайшее время. Добрый день. Да, да, всем добрый день. Очень понравилось восточное побережье. Да, это вообще другая Шри-Ланка на восточном побережье. Привет с Урала. Так, но сегодня мы с вами поговорим о западном побережье преимущественно, потому что именно на западном побережье сейчас у нас наступает активный сезон. Об этом я тоже чуть позже расскажу. О сезонности. И давайте тогда начнем уже презентацию нашу. Немножко расскажу вам о нашей компании. Прежде всего познакомлю вас. Exotic Holidays International. Как вы видите на слайде, да, нашей компании уже 15 лет. И мы работаем с разными рынками абсолютно. И вот нам тоже можете увидеть. Это Россия, Украина, Казахстан, страны СНГ, Индия, Китай, Ближний Восток. Все это наши маркеты. Туристов отправляли. Отлично. Мы всех принимаем, о всех заботимся, всех любим и оберегаем. Да, 15 лет это не просто так, да, это достаточно такая серьезная цифра. В этом году мы отмечали, можно сказать, юбилей такой большой уже для принимающей компании. Тем более, которая смогла выстоять все невзгоды, да, на протяжении последних лет, которые у нас были. Это и COVID, и последствия его тоже. Достаточно все серьезно здесь было на Шри-Ланке. Для туризма я имею в виду буквально года на полтора, на два здесь все остановилось. Но, слава богу, уже все возобновилось, и Шри-Ланка набирает обороты с каждым годом, становится все более популярным направлением. Я думаю, вы все это заметили, все это знаете, потому что рост интереса, рост спроса на Шри-Ланку растет от года в год. И все больше и больше туристов приезжает сюда. Ну, а наша компания, хотелось бы отдельно сказать тоже, это что наша компания является партнером многих туроператоров именно из России. И мы принимаем самый большой объем туристов, ну, в данной ситуации, в данном, если говорить, контексте из России. Также, конечно, у нас китайский рынок достаточно большой, но это отдельная тема, поэтому сегодня мы с вами говорим преимущественно о российском туризме. Вот. Это профессиональная команда опытных сотрудников, конечно же, и лучших национальных лицензированных гидов. Таких гидов, как у нас, честно вам скажу, тоже я не боюсь это говорить, потому что это правда. Это проверено уже много лет на многих туристах. Все отзывы от наших партнеров, туристов, просто самые замечательные, самые впечатляющие. О наших гидах, конечно же, которые проводят экскурсионные туры, которые знакомят туристов с нашим прекрасным островом. Вот. И реально можно сказать, что мы гордимся очень нашими гидами. Так как они лицо, так сказать, нашей компании, да, они люди, которые встречают туристов. Мы находимся немножко на бэкграунде. Вот. Поэтому, да, если что, смело можете бронировать, когда вы видите компанию Exotic Hold Days International, вы можете быть уверены, что это будет отличный сервис, качество услуг предоставляемых. Также мы предлагаем выгодные цены на отели, экскурсии, любые там разные услуги дополнительные какие-то, да, если нужно. Причем это абсолютно разного сегмента могут быть услуги, как суперэконом какой-то, так и суперлакшери, то есть там вертолеты какие-то, суперлакшери отели на территории Шри-Ланки. Все это у нас доступно, то есть туры мы можем сделать как индивидуальные, под индивидуальный маршрут. Также у нас есть туры, которые уже стандартные, да, там по всему острову на разное количество ночей, там от двух ночей до семи максимум. Ну, в основном как бы семь это оптимальный вариант именно для раунд-тура, я имею в виду, и отдельно там уже пляжный отдых. Вот. А цены у нас самые лучшие почему? Потому что у нас очень много есть гарантированных отелей, то есть мы выкупаем номера в этих отелях, и поэтому нам дают самые лучшие цены, да. Потом мы заполняем, соответственно, эти номера вашими туристами, и все счастливы, потому что туристы получают суперлучшие отели по выгодным ценам. И, конечно же, благодаря тому, что эти отели у нас на гарантиях, вы получаете мгновенное подтверждение. Это тоже, согласитесь, очень важно, потому что иногда там счет идет на минуты, да, там некогда ждать вообще, там доллар скачет куда-то, билеты улетают, да, и когда у вас отель в системе, вы видите на моментальном подтверждении, или вы получаете это подтверждение, да, там в кратчайшие сроки, то, естественно, это огромный плюс, как для вас и, конечно же, для туристов тоже. Забронировали уже и забыли, так сказать. Ну и, конечно, вот да, то, что я сказала, что мы стараемся максимально быстро отвечать на все запросы и расчеты, потому что прекрасно понимаем, что время очень важно. Вот, поэтому у нас здесь есть на Шри-Ланке такой государственный выходной день, это день полнолуния. Каждый год, ой, каждый месяц есть такой день, раз в месяц, когда весь остров практически не работает, ну, там еще есть некоторые ограничения, например, алкоголь не продается по всему острову, там, или в отелях тоже он не подается, тоже имейте это в виду. Ну, там можно сделать какими-то разными схемами, но вот в общественных зонах алкоголь, он не продается и не подается в этот день. Поэт день называется, день полнолуния. И вот, к чему я говорю, все это, да, к тому, что в этот день многие компании не работают, конечно же, потому что это государственный выходной день, но наша компания работает всегда, и в выходные, и в любые праздники, в Новый год, неважно, какие это дни недели, мы всегда на связи, как для наших партнеров, так и для туристов. Вот, и также тоже я упомянула презентацию, что мы всегда доступны для наших гостей, 24 на 7 практически, на русском языке, да, у нас всегда тоже есть поддержка туристов на отдыхе, горячие линии. Туристы всегда с нами на связи, но только если они сами не отказались от этого, например, не согласились оставить свой номер телефона, например, или не хотят там добавляться в специальные группы, то тогда, к сожалению, они немножко теряют с нами связь, но в любом случае с отельными гидами, которые встречают там уже в отеле непосредственно, там рассказывают про экскурсии и дают какую-то поддержку на месте в отелях, они с ними на связи всегда. Вот, поэтому у нас максимальная такая связь с туристами, поддержка их на отдыхе, ну и, конечно же, мы всегда стараемся решать их какие-то вопросы возникающие, проблемы тоже бывают разные, да, там, заболели, страховку нужно активировать. Мы все это очень быстро вот так прям решаем, потому что у нас везде есть связи в разных компаниях, что дает нам, конечно же, большое преимущество. И да, нам доверяют партнеры, так как мы заботимся о каждом клиенте на протяжении всего их отдыха. Это на самом деле так, потому что прежде всего для нас туристы это не просто бизнес какой-то, да, кто там прилетели, потратили деньги и улетели. Нет. Мы хотим прежде всего показать туристам прекрасный остров Шри-Ланка, познакомить его с ним и дать им все самое лучшее, чтобы они были в восторге от своего отдыха, чтобы они вернулись сюда еще не один раз, привезли своих друзей, близких, родственников там и так далее, чтобы они полюбили Шри-Ланку так, как мы ее любим. Вот это наша главная цель, и можно сказать, мы работаем все в этой компании, в нашей, да, исходя из этих побуждений. То есть, ну, вы знаете, в туризме работа достаточно такая стрессовая бывает иногда, и, конечно же, просто ради работы, здесь мало кто работает просто ради того, чтобы сидеть там в офисе, что-то там делать. Нет, здесь именно работа идет от сердца, от души, чтобы дать все самое лучшее нашим гостям. Чего мы и, что мы и делаем обычно. Вот. Вкратце я вам рассказала немножко про нашу компанию. Давайте пойдем дальше. Как Ирина уже рассказала, да, у нас есть три международных аэропорта на Шри-Ланке. Для большинства рейсов регулярных и некоторых чартерных рейсов используется аэропорт Коломбо. И также у нас есть новый аэропорт в Маттала, куда приезжают, прилетают новые рейсы. Буквально с прошлого года они начали туда летать, это чартерные рейсы в основном туда летают. Регулярные рейсы в Маттала пока что не летают. Но я думаю, что они будут летать. Вот. И он находится у нас на юге острова. Сейчас я вам нарисую быстренько, чтобы вам было наглядно и видно. Аэропорт Коломбо у нас вот здесь. Вот видите, да? И аэропорт Маттала, как Ирина уже показывала, он находится вот в этой части острова. Вот. И в зависимости, конечно же, от аэропорта прилета может меняться время трансфера. Ну, это я вам чуть позже расскажу. Есть также на Шри-Ланке у нас два побережья. Западное и Восточное побережья. Они абсолютно разные. Океан абсолютно разный. Также они меняют друг друга, то есть сезонность. Если брать в целом Шри-Ланку, да, то здесь сезон круглый год. Но вот благодаря тому, что как раз есть западное побережье, на котором сезон активный с ноября до конца апреля, и Восточное побережье, которое меняет его, да, там, с, скажем, апреля до конца октября, такой самый активный сезон. Благодаря этому Шри-Ланка как раз очень популярный курорт круглогодичный. Сюда можно прилетать круглый год. Но это тоже чуть подробнее попозже. Также одно из больших преимуществ Шри-Ланки – это то, что здесь температура воздуха, температура океана, неважно, сезон это, не сезон, здесь всегда супертеплая, комфортная температура. Океан, он не бывает вообще холодным никогда здесь. И даже вечером вот именно температура воздуха, она не опускается ниже 28 градусов даже после захода солнца. То есть в некоторых странах есть, опять же, такое, например, в Египте, да, там после захода солнца немножко холодает. Еще в каких-то странах, например, Тунис, да, там тоже есть такое. Но здесь абсолютно нет. То есть как была температура воздуха теплой, так она и осталась. Просто солнце зашло, уже немножко не так жарит, конечно же. Вот, и океан, да, плюс 25, то есть это всегда теплый океан. Вот для любителей, опять же, теплого океана, пожалуйста, это как раз Шри-Ланка. Здесь в этом плане все идеально. Также огромным преимуществом Шри-Ланки является ее разнообразие. То есть здесь нет просто такого, например, как пляжный отдых и все. Вот, например, Мальдивы, да, там в основном нет экскурсионки. Ну, есть там минимальная какая-то экскурсионка, там именно дайвинг, снорклинг, серфинг. Здесь же на Шри-Ланке очень активная экскурсионная часть. И это, конечно, огромное преимущество, потому что остров, он безумно красивый. Я подготовила для вас небольшое видео, тоже чуть позже покажу вам, чтобы вы понимали, о чем мы с вами говорим, представляли это, так сказать, уже. И, конечно, Шри-Ланка потрясающая очень. Когда вы едете с севера на восток по центру острова, там сменяются пейзажи, сменяется вообще ландшафт, где-то высокие горы, чайные плантации, водопады. Но преимущественно везде, конечно, здесь очень зелено. Здесь джунгли, здесь изобилие зелени. И просто вот эти краски, эта зелень, все такое яркое, сочное, особенно вот в сочетании с голубым небом, с солнцем, это просто потрясающе. Конечно, всем вам очень советую побывать здесь и увидеть это своими глазами. По поводу отдыха тоже я здесь упомянула, да, что есть спортивный отдых. Это, например, серфинг, тот же самый дайвинг, да, какой-то трекинг. Также спокойный пляжный отдых тоже можно выбрать отель специальный, да, там, где регионы такие с хорошим пляжным отдыхом, с тихим океаном, со спокойным. Вот, и просто проводить время в отеле, так многие любят, почему нет? Кто-то хочет просто отдохнуть в отеле и никуда не ездить, тоже для них найдется, конечно же, место. Молодежные есть, да, там есть регионы с вечеринками какими-то. Ну, тоже помните, пожалуйста, что на Шри-Ланке это не вот прям супер какие-то вечеринки, например, как там в Турции где-то, да, в Таиланде, может быть. Здесь все достаточно спокойно. Здесь вечеринки заканчиваются в районе часа ночи максимум, потому что в любом случае все эти клубы там на пляже, которые, да, или там в туристической зоне, они находятся как бы в туристической зоне, но в то же время это и жилая зона. То есть здесь есть такой час тишины, можно сказать, да, когда после 12, после часа ночи уже не должно быть громкой музыки. Но опять же, если это какие-то отели рядом, то тоже туристам, которые не хотят веселиться, да, отдыхать и тусоваться на этих вечеринках, им будет не совсем комфортно с громкой музыкой, поэтому всегда есть определенное время, когда наступает режим тишины. Вот, но тоже до этого времени можно спокойно танцевать, слушать музыку, там есть очень много live bands, то есть это разные коллективы, которые играют на музыкальных инструментах. Это очень распространено и на пляже в каких-то ресторанчиках, а также в отелях. Такая вот программа. Экскурсионные тоже, вот как я вам сказала, да, кто любит путешествовать именно, все узнавать, по каким-то историческим местам перемещаться, вот здесь это все можно вдоволь получить, потому что на Шри-Ланке находится очень много объектов ЮНЕСКО. Исторические какие-то объекты, да, там с древнейших времен еще сохранившиеся, со своими легендами, историями, тоже у нас есть отдельный блог для этого, я вам расскажу поподробнее. Паломнические, да, тоже по разным храмам, например, или каким-то йога-центрам. Также есть, допустим, у нас Пикадама, на который можно подняться. Здесь вот считается, есть гора такая, которая называется Пикадама, она очень высокая. Есть малый Пикадама, тоже не путайте, пожалуйста, есть большой Пикадама. Вот Большой Пикадама, на него подъем составляет около трех часов, от трех до пяти часов на него поднимаются обычно ночью, и потом утром встречают там рассвет, и можно увидеть там след Адама. Считается, что по легенде как раз Адам, когда оказался на земле первый раз, он как раз вступил на эту гору, на это место, это его было первое, так сказать, первый след он там оставил свой, и поэтому она так и называется, в принципе, Пикадама. Туда съезжается очень много и христиан, и буддистов, и мусульман также. Все стараются попасть туда, на эту гору священную, хотя бы один раз в жизни. Но это, конечно же, такой челлендж, то есть это большое испытание, подняться на нее и потом спуститься еще нужно. Но это тоже отдельно. Гастрономический отдых, да, по разным ресторанам, проехаться, познакомиться с местной кухней, опять же, это полезно для работников ресторанов, например, кто хочет как-то узнать новые вкусы, новые блюда, тоже они могут с этим познакомиться на Шри-Ланке, потому что еда здесь очень разнообразная, очень интересная. В основном это рис и карри, но карри это бывают абсолютно разные вариации. Это могут быть овощи, мясо, рыба, птицы, вообще очень много разных вариантов. Ну и, конечно же, все это очень яркое, вкусное, потому что используется достаточно много разных специй, и чаще всего это острая еда, тоже сразу предупрежу вас. Но в отелях с этим проблем не бывает, потому что отели, они, конечно, ориентированы на туристов, и всегда в отелях есть европейская еда, то есть какая-то обычная, да, там всегда можно найти мясо, рыбу, птицу, все, что есть, да, там морепродукты, и это все не острое будет, там гарниры, рис, картошка, овощи, разное изобилие, да, и отдельно есть в отелях тоже корнер с ланкийской едой, то есть туристы не будут ограничены, конечно же, и всегда могут найти и взрослые, и дети, что им поесть. Лечебно-айюрведический тоже отдых здесь очень развит, здесь есть такие отели аюрведические, специальные, я их называю санатории, потому что, ну, на самом деле, они сделаны наподобие санаториев, потому что что такое вообще аюрведа? Знаете, слышали про аюрведу, может быть? Ну, если не слышно, я сейчас расскажу тоже кратенько так. Аюрведа – это вообще древняя медицина, такая древняя наука, которая основана на лечении травами, специями, какими-то, да, вот тоже специи, они выращиваются на Шри-Ланке, здесь вы очень много найдете разных видов специй, можно познакомиться с ними в таких садах специальных, и на основе этого всего вот эти смеси, какие-то травы, специи создаются именно какие-то лекарственные препараты, представляете? То есть это не просто какие-то витамины и БАДы, это именно лекарственные препараты. Вот, и есть такие отели с аюрведическими программами, куда туристы приезжают, доктор их встречает в первый день, проверяет их организм, тоже ему там не нужны какие-то анализы, ничего специального. Нет, вот эти аюрведические врачи, они очень, конечно, осведомленные, очень опытные, у них вот этот опыт поколений всех передается постоянно, и они представляются даже просто вот по пульсу, они трогают пульс человека и могут определить, какие болезни. Вот, ну и, конечно же, по запросу туристов, там можно и детокс пройти, какие-то программы для похудения, артриты, очень много тоже разных программ, но чаще всего их нельзя выбрать заранее, все эти программы, их нужно уже здесь на месте решать с доктором, потому что доктор скажет, какая программа будет лучше для конкретного человека. И составляется программа, то есть в этом отеле ему все абсолютно дают, то есть как бы там все включено будет в этом отеле, завтрак, обед, ужин, там специальное питание аюрведическое тоже, разные программы, обертывание, массажи, вот такая терапия, да, так как на картинке внизу тоже с такими мешочками специальными травяными, их разогревают, все это тоже по науке, естественно, сделано, не просто так, и напитки тоже им специальные, там дают какие-то настои, отвары, вот минимум такой программы, это 7 ночей, в основном бывает 7, 14 и 21 ночь для таких программ, тоже очень интересно, если ваши туристы захотят это, пожалуйста, всегда можно обратиться к туроператору и запросить отели, которые работают по таким программам. А, ну и, конечно же, экотуризм, экотуризм, он, прежде всего, основан на том, что Шри-Ланка, как я вам сказала, это очень разнообразная страна, именно по ландшафтам, каким-то красивым местам, здесь есть очень много гор, кто любит всякие трекинги какие-то, да, там, или национальные парки, кто любит природу, флору, фауну, познакомиться с ней, там, тропические леса, мангровые рощи, здесь все это изобилие, поэтому тоже такие туристы будут, конечно же, впечатлены этим изобилием. Также преимущество на Шри-Ланке то есть, что разнообразная отельная база, то есть это не будет так, как вот тоже во многих странах есть такое разделение. Иногда, мне кажется, знаете, это не совсем корректно, что на первой линии, допустим, только пятерки, только какие-то лакшери отели, а все остальные отели идут там дальше уже где-то от побережья, но на Шри-Ланке не так, то есть на Шри-Ланке можно найти на побережье, на пляже, прям, да, с выходом к пляжу и четверки, и тройки, есть какие-то вообще и двушки даже, то есть здесь все распределено именно так, то есть нет какого-то строгого порядка в категории отелей. Ну и, конечно же, как я сказала, это большой плюс, что можно найти какие-то бюджетные варианты для непритязательных туристов, ну и, конечно же, для туристов, которые более притязательны, у которых более высокие запросы, им тоже можно подобрать вообще уникальный какой-то отдых, создать какой-то, составить маршрут, составить планы отдыха, что они просто будут в полном восторге. У нас очень много и VIP-туристов бывает, вот как я вам говорила, там вертолеты, отели более там тысячи долларов за ночь, все это здесь есть, все это очень интересно, конечно же, очень красиво, это именно они опыт получают, да, какой-то непередаваемый, в общем, отель в каком-нибудь национальном парке, да, в виде кокона. Есть такие отели, здесь тоже, там бассейн у них свой, окружен он джунглями полностью, и есть там тоже выезды такие на сафари из этого отеля, то есть туристы едут на сафари по национальному парку, там встречают слонов, каких-то леопардов, там и так далее, диких животных. Есть тоже отель интересный, Синамон, Вайлд, Ялла, тоже он находится в национальном парке, там уже есть такой слон, он как бы дикий, но немножко такой уже образованный, и он даже иногда приходит на ресепшн, приветствовать туристов. Регулярно мне присылают оттуда эти видео, конечно же, потрясающий, уникальный эксперимент. Вот, поэтому, да, есть большое разнообразие в этом плане здесь. Ну, и, конечно же, все эти коронаправила, вакцинации, ПЦР-тесты, это уже все осталось в прошлом, никто про это не вспоминает, ничего здесь не требуется, абсолютно ничего не нужно. То есть, туристы просто покупают тур, пакуют вещи, берут свой паспорт, отличное настроение, садятся на самолет, прилетают и отдыхают. Слава Богу, все закончилось. Как Ирина тоже уже упоминала до меня, я вам тоже напомню, что правила въезда очень простые, нужна виза, ее можно оформить заранее онлайн, либо получить по прилету. Заранее можно оформить тоже самостоятельно, либо через туроператора. Мы, конечно, не рекомендуем оформлять самостоятельно, потому что, если туристы допускают какую-то ошибку, там одна буква, неправильно что-то указали в анкете, то просто они потеряют деньги за эту визу, и нужно будет оформлять ее заранее. Вот, поэтому оптимальный вариант через туроператора, как уже сказала Ирина, да, чтобы не стоять в очередях по прилету, чтобы просто вот прилетели, прошли паспортный контроль, и все, забрал их трансфер. Если туристы получают визу по прилету, это немножко добавляет времени, разница только в этом, разница именно по времени, то есть либо они останавливаются там еще, чтобы оплатить ее, да, чтобы там все данные заполнить, либо они просто сразу же проходят без всех этих формальностей. Поэтому, как я сказала, мы рекомендуем все-таки оформлять заранее через туроператор. И давайте перейдем тогда к нашим регионам. Но перед этим я, наверное, вам покажу все-таки видео уже, да, чтобы мы сейчас уже предметно будем говорить о Шри-Ланке, о регионах, чтобы у вас было более такое яркое представление о ней, я вам покажу сейчас видео, чтобы вы все взбодрились и зарядились Шри-Ланкой. Шри-Ланке. Шри-Ланке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Здесь я указала время от аэропорта Коломба Так как у нас все-таки большинство рейсов прилетает в Коломбо Если это не чартерные, то вот такое примерно время трансфера Опять же, это трансфер индивидуальный Потому что групповой трансфер, как вы знаете Это собираются туристы из разных отелей, из разных регионов Поэтому время группового трансфера может, конечно, увеличиваться Но вот время индивидуальных трансферов примерно такое То есть время от аэропорта, если ехать напрямую. Конечно, даже для групповых трансферов мы стараемся комбинировать максимально ближайшие отели, максимально ближайшие регионы, то есть не то, что там туристы просто по всему побережью катаются 6 часов. Нет, у нас такого нет, мы стараемся так не издеваться над туристами и стараемся, конечно, делать все самое лучшее по возможности для них. Так, восточное побережье у нас находится с другой стороны острова, соответственно, да, и там сезон официально, опять же, с апреля по октябрь, но неофициально там сезон круглый год, то есть даже зимой туда можно ездить и будет комфортно. Единственные месяцы, которые там в основном даджливы, это январь и февраль. Все остальные, ноябрь и так далее, да, весь круглый год, там стоит отличная погода, и там, конечно же, совсем другие пляжи, совсем другой океан. Восточное побережье, оно больше подойдет для туристов, которые любят спокойный пляжный отдых. Там океан, он просто как гладь, да, то есть если на западном побережье там полный все-таки такой океан поинтереснее, мне больше такой нравится просто, то на восточном побережье там вы найдете просто ровную гладь, можно просто там морской звездочкой лечь в океане и лежать, и ничего не происходит больше. Ну и вот самые популярные регионы тоже я вам их здесь прописала на слайде. Сейчас посмотрим, сколько же ехать они. Вот, и групповой индивидуальный трансфер тоже из аэропорта Коломбо и, в принципе, также из аэропорта Маттеллы, в принципе, туда примерно так же ехать в районе 5 часов, 4-5 часов из Маттеллы и из Коломбо это 5-6 часов, потому что нужно пересечь, конечно же, весь остров, чтобы попасть на то побережье. Но тоже, когда едут туристы из аэропорта на то побережье, получается, они проезжают через весь остров, тоже видят все красоты, какие-то интересные места. Мы стараемся тоже всегда предлагать нашим партнерам, чтобы хотя бы там одну ночь по пути они остановились где-то в центре острова, чтобы не ехали сразу напрямую, да, там на то побережье, а где-то сделали остановку посредине, насладились там какими-то интересными местами, красотами, все увидели, посмотрели. Ну, опять же, это такое разнообразие, да, чтобы и туристам было комфортнее, чтобы они отдохнули после перелета, чтобы вот этого не было длинного переезда. И плюс, конечно же, посмотреть какие-то красивые места, какую-то экскурсионку сделать, это тоже очень хороший вариант. И добрались мы с вами до отелей уже. Отели я вам сегодня приготовила, некоторые, о которых наверняка многие из вас не знали. Не все, конечно, но есть отели, которые на слуху у всех, но есть отели, о которых вы наверняка мало слышали. Поэтому я вам сегодня про них расскажу. И все эти отели с нашими гарантированными номерами. Как я вам говорила, мы всегда берем, что на летний сезон, что на зимний сезон, мы всегда берем гарантированные номера в отелях, выкупаем их, и вот на зимний сезон у нас в районе 30 таких отелей. Я вам, конечно же, не все 30 буду рассказывать, но самые такие оптимальные по цене, качеству и предпочтениям. И начнем мы с вами с первого отеля, который у нас находится ближайший к аэропорту Коломбо. К аэропорту Коломбо, пожалуйста, не путайте. Это отель Club Palm Bay 4 звезды. До него ехать из аэропорта в районе 35-45 минут максимум. И этот отель, только посмотрите его локацию, на нижней фотографии тоже можете увидеть, какая-то красивая большая территория, опять же, природа вокруг, то, что я вам говорила, прекрасный пляж там. И отель, он клубного формата, то есть там достаточно много развлечений, есть какие-то велопрогулки, и за счет большой территории тоже есть где разгуляться, и детям хорошо там. Также он работает на все включено, мы предлагаем цены на все включено, поэтому тоже это большое преимущество, конечно, что у туристов уже все есть, да, им не о чем больше заботиться, они просто покупают тур в этот отель и спокойно отдыхают там. Также из этого отеля тоже я обозначила, что очень комфортно путешествовать по острову, то есть до каких-то мест топовых, я о них чуть позже вам расскажу, достаточно небольшое расстояние, что является достаточно большим преимуществом, потому что другие отели, которые находятся в другой части побережья, из них, конечно, маршрут до каких-то достопримечательностей будет составлять такое весомое количество часов. Давайте вернемся к карте, чтобы вы немножко понимали, о чем мы с вами говорим. Вот этот отель, который я вам сейчас показала, вообще, как мы будем сегодня двигаться с вами, сейчас я какой-нибудь цвет возьму другой, здесь у нас, смотрите, аэропорт Коломбо, да, вот сюда прилетают туристы, и вот этот отель, который я вам рассказала, он находится вот здесь, Club Palm Bay, то есть, видите, он чуть выше Коломбо, и, как я вам сказала, он ближайший. Все остальные отели, которые мы будем с вами рассматривать, мы будем идти вот так вот вниз от Коломбо, по очереди, да, по очередности, по удаленности, будем идти вот так вот вниз, 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 и пройдем по всему этому побережью. Вот, то есть, соответственно, если экскурсионные места находятся вот здесь, вот, да, вот в центре острова, здесь есть, здесь, 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 там и так далее, то из этого отеля, как вы видите, да, намного ближе туда ехать, чем из других отелей. Все это видно очень наглядно. Давайте вернемся к нашим отелям. Да, ну, и вот, как я вам сказала, Club Palm Bay, отель цена-качество, очень хорошие на него цены, как я вам сказала, all inclusive, пожалуйста, вот, все включено, отправили, как так сказать, и забыли. Туристы отдыхают спокойно, вообще, всегда там достаточно хорошие отзывы. Также есть на территории отеля домики-шале, то есть, тоже, вот, кто любит такое, что-то необычные номера, вот, какие-то домики-шале, то тоже можно все это предлагать туристам. Их тоже видно здесь на фотографии. Сейчас я обозначу. Ну, вот, видите, они здесь, 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 да, вот это вот все территория отеля. Руд там есть небольшой вот здесь вот, и пляж, конечно же, пляж тоже очень хороший, можно там купаться. Следующий отель у нас Цитрус Воскадува. Это мы уже проезжаем вниз от Коломбо. Это ближайший регион Коломбо-Воскадува называется. И этот отель, Цитрус, он сетевой. Мы с вами познакомимся чуть позже еще с четверкой Цитрус. Он в другом регионе находится, но всегда это можно сказать, если цепочка Цитрус, может быть, вы знакомы по дорогим направлениям. Здесь, на Шри-Ланке, это отели цена-качество. То есть, кто хочет вот прям просто твердую пятерку с хорошей едой, с хорошим пляжем, чтобы все было хорошо, просто спокойно, никаких там излишеств, конечно же, то вот этот отель тоже можно смело рекомендовать. На него тоже всегда отличные цены. Ну и большое преимущество то, что номера все Sea View, то есть нет вот этой драки за номера Sea View, почему им дали, почему нам не дали. Вот это, конечно же, тоже большой плюс отеля. Территория сама по себе небольшая. У него тоже, вот видите, на правой фотографии, он такой длинный получается, вдоль пляжа растянулся. И вот вся территория, которая перед отелем, между отелем и пляжем, это как раз территория отеля. И что можно сказать по поводу, по поводу пляжей еще, смотрите, тоже сразу оговорим такой момент. На Шри-Ланке все пляжи общественные, то есть пляжи не принадлежат отелям. По идее на пляжах отели не выставляют свои шезлонги, зонтики, какой-то прочий инвентарь, потому что я вам уже сказала, пляжи общественные. Это имущество отеля, естественно, они не будут просто его на улицу выставлять, да, там на всеобщее обозрение. Поэтому в основном все отели ставят шезлонги, зонтики на территории отеля. Туристы просто выходят к океану, поплавали там и вернулись обратно на свой шезлонг, на свой лежак. Ну, естественно, это безопасность, опять же, тоже, то, что на территории отеля есть охрана, они там смотрят за вещами, то есть туристы могут спокойно там располагаться и просто, я вам сказала, ходить на пляж, искупаться и возвращаться обратно. Также они могут выбирать спокойно любое место на любом пляже, ездить на какие-то другие пляжи, то есть это вообще не запрещено, то есть никто не может им сказать, типа, ой, это территория вот нашего отеля, давайте-ка уходите с этого пляжа. Любой человек может прийти на пляж. Это касается и местных жителей, кстати. Так, отель следующий, едем, проезжаем вниз еще немножко. Следующий регион – это Калутера, тоже находится недалеко от аэропорта Коломба, в районе часа ехать до него. И отель Аваня Калутера, 4 звезды, но вы только посмотрите даже на эти фотографии, это просто подарок небесный для такой 4 звезды. Это супер качественный отель, он находится в одной цепочке с отелями Анантера. Наверняка многие из вас слышали об этих отелях, и я чуть позже познакомлю тоже с ними. Находится в очень красивом месте, тоже вы можете видеть это на фотографии, с правой стороны, которая там есть лагуна с одной стороны, и с другой стороны уже океан. В лагуне, конечно, никто не купается, но там есть водные виды спорта, это все за дополнительную плату. И также пляж, он достаточно уединенный, красивый, без каких-либо кафе-ресторанов. На этом пляже нет ничего такого, так же, как и на пляже предыдущего отеля, но этим он, конечно, тоже привлекателен, потому что те, кто любит какую-то приватность, уединение, такую атмосферу более спокойную, для этих туристов, конечно же, подойдет такой отель. Ну, как я вам сказала, так как отель все-таки находится в сети Анантера, то он предлагает очень высокий сервис, я имею в виду для четырех звезд, и, опять же, номера достаточно красивые, качественные, там была реновация пару лет назад. И вот этот сьют на нижнем фото, который я прикрепила, тоже вы можете видеть свой бассейн, private pool, как это сказать, сейчас секунду, ну, то есть, есть сьют с собственным бассейном, да, если, то есть, туристы какие-то более притязательные, там, хотят что-то бюджетное, но в то же время и с какой-то приватностью, чтобы у них вот был бассейн, то можете смело предлагать им вот такие вот номера, есть в Аване Калутеру, достаточно интересно, причем бассейн и вот этот номер сам, он окружен стеной, то есть, там вообще абсолютно ничего не видят, соседи не видят, что происходит вот внутри этой террасы. Это тоже достаточно редкость большая, поэтому я акцентирую на этом внимание, потому что многие отели, даже если они предлагают номера наподобие такого, там, например, вилла с бассейном, да, там на территории какого-то отеля, то все равно есть какая-то открытая зона, но вот здесь вот интересно, что вот эта вся зона, она полностью закрыта стеной, вот, ну и, конечно же, есть другие бассейны и достаточно большая территория отеля. Он вообще соседствует с отелем Анантера Калутера, 5 звезд, то есть, у них такая, можно сказать, одна большая территория, вот сейчас вы видите на фотографии отель Анантера Калутера, а вот здесь вот, сейчас я вам поменяю тоже цвет, чтобы вы могли видеть, то есть, вот, если сюда пройти вправо, видите, я вам стрелочками рисовала, там вот как раз уже отель Авани Калутера, то есть, они как бы перетекают друг к другу, и у них такая одна огромная территория. Вот, Анантера Калутера тоже это суперотель, лакшери, считается 5 звезд, то есть, это не просто 5 звезд, а лакшери. Он, опять же, привлекает тем, что он находится недалеко от аэропорта Коломбо, то есть, люди, кто хотят лакшери, какой-то отдых, но не хотят ехать далеко, то для них вот как раз идеально подойдет такой вариант. Очень большая территория, как я вам сказала, есть два бассейна, тоже есть более активный, тихий бассейн, также есть развлечения какие-то спортивные, там, типа, скалолазание, что-то такое. Пляж тоже тот же самый, как и Авани Калутера, у них объединенный, есть также волнорезы, тоже можете на фотографии здесь увидеть, да, волнорезы, которые защищают от волн, то есть волны, даже если они идут, они разбиваются об эти волнорезы, и потом уже идет часть пляжа этих отелей, где можно как раз купаться. И на этот сезон в Анантера Калутера мы получили просто небывалые цены, вы вот сейчас после вебинара тоже сходите, проверьте у вашего туроператора, любимого «Спектрум», проверьте, какие у них цены, и вы будете, конечно, приятно удивлены, потому что получить Анантеру по таким ценам, это что-то вообще невообразимое. Я сама была очень удивлена, когда увидела, конечно, какие цены мы смогли получить в этом сезоне. Номера очень комфортные, большие тоже есть, вот, как вы видите, на фотографии номера с выходом в сад тоже, опять же, для любителей, знаете, кто любит вот эту вот близость с природой, что вот вышли с балкона, прям в сад, там птички поют по утрам, белочки забегают, конечно же. Такое умиротворение, просто восторг. И большое преимущество тоже этого отеля в том, что он находится далеко от проезжей дороги, шума не слышно никакого, то есть он в достаточно таком уединенном, отдельном месте, но это не значит, что он изолирован, то есть если туристам нужна какая-то инфраструктура, какие-то супермаркеты, еще что-то, это все есть рядышком в городе Калутера, небольшой городок, он не представляет какой-то там суперценности, ни исторической, никакой, но вот если нужны там какие-то супермаркеты, еще что-то, магазинчики, то можно туда как раз съездить. Сам регион Калутера и вот Цитрус-Воскодува, который отель мы до этого рассматривали, это не тусовочные регионы, то есть это более спокойный такой размеренный, умиротворенный лакшери отдых считается. Далее я вам уже буду рассказывать про регионы, где можно будет повеселиться там и так далее, но вот эти регионы, они приближены к аэропорту, у них своя вот эта прелесть как раз единения с природой, ну и, конечно же, качество отелей. Далее мы с вами перемещаемся в регион Беру-Вэлла, еще ниже, спускаемся, да, помните, карту, и отель Cinnamon Bay, он принадлежит цепочке Cinnamon, есть еще несколько отелей Cinnamon на Шри-Ланке, есть там Hikkatrans, многие из вас слышали про него, четверка популярная в Hikadu, Cinnamon Bintote Beach, тоже пятерка, недалеко от данного отеля, но мы сегодня поговорим с вами про Cinnamon Bay. Отель очень классный, тоже это прям такая твердая пятерка, не лакшери, просто пятерка, очень удобная у него локация, сейчас тоже покажу вам, почему. Cinnamon Bay, кстати, это отель, в который можно легко, спокойно вообще приезжать в любое время года на Шри-Ланке, то есть неважно, это сезон, не сезон, почему, спросите вы, потому что здесь есть вот такой коралловый риф, на фотографии видно даже его, он немножко такой темный, видите, в океане, кораллы там разрушены, конечно, то есть это не вот прям что-то там суперкрасивое именно для дайвинга, нет, здесь было цунами на Шри-Ланке в 2004 году, и многие рифы, конечно, разрушены были цунами, как и многие части там побережья, но уже все восстановилось, конечно, но рифы еще не выросли, вот, поэтому сейчас этот риф более такую защитную функцию выполняет, то есть, видите, он тянется прям вдоль всего побережья, и он максимально защищает от волн, то есть волны, они просто не могут дойти до побережья, они разрушаются, разбиваются об этот риф, и потом уже дальше здесь вот такая вот часть, как природный бассейн идет, то есть здесь легко, спокойно можно купаться детям, людям, да, там, кто не умеет плавать особо, для них это будет, конечно, вообще идеальный вариант, и также, кто любит более такой активный океан, волны какие-то, вот здесь, в этой части, вторая часть, да, то есть у отеля с двух сторон пляж, здесь уже более активный такой с волнами, где можно поплескаться, поиграться, повеселиться, потому что в полном достаточно тоже они добавляют какой-то развлекательный момент. Сам по себе отель имеет достаточно большую тоже территорию, есть два бассейна, но во второй бассейне не все могут ходить, вот тот бассейн, который вы видите на фотографии, вот здесь видите, да, голубенький такой пятнышком, в этот бассейн общий, туда могут все ходить абсолютно, но есть еще второй бассейн, которого вы не видите на фотографии, да, его здесь нет, он находится вот в этой части, почему? Потому что здесь находятся повышенные категории, то есть вот здесь вот блок, красный, наверное, вам не видно, да, цвет я рисую, но надеюсь, что видно. В общем, вот этот блок видно, да, спасибо. Да, про экскурсию я в конце расскажу и тоже по вопросам посмотрю. Так, смотрите, по поводу высоких категорий, вот в этом блоке они находятся, там «Длавс», «Джуниор», «Свиты» какие-то, и вот как раз гости, кто останавливается в этих категориях, они могут ходить в тот бассейн. Они могут ходить и в большой бассейн, и в свой бассейн. А туристы, которые останавливаются в «Супериор» категории, это базовые, да, в тот бассейн, они, к сожалению, уже не могут ходить, потому что он только для повышенных, как я вам сказала. Вот, отличное питание там, отличный сервис, потому что «Синамон» сеть вообще, если вот видите вот это название где-то впереди или сзади какого-то отеля, вы всегда должны знать, что это будет отличный сервис, отличное питание, вот, все будет там отлично, о ваших туристах точно позаботятся. Это очень качественная сеть отелей. И что еще хотел сказать по поводу этого отеля, тоже он удален от проезжей части, он находится в такой небольшой деревушке Перуэлла, и опять же тишина, спокойствие, джунгли рядом, такое наслаждение и единение с природой. Но вот, как я вам сказала, большое преимущество этого отеля в том, что есть вот такие разные пляжи здесь. Можно заняться здесь дайвингом даже, серфинга здесь нет. Это не те волны, не тот пляж, не для серфинга. Для серфинга мы с вами отдельно пройдемся по пляжам. Так, идем дальше. Отель The Pounds. Он как раз сосед Синамон Бэй, то есть они буквально в пяти минутах друг от друга находятся, то есть примерно представляется, да, тот же самый регион. Недалеко у них есть инфраструктура, опять же, в пяти минутах там на тук-туке. Здесь у нас нет, так сказать, такси, как обычно, да, там машинки проезжают здесь. В основном все ездят на тук-туках. Если были в Азии, в каких-то странах, наверняка вы знакомы с тук-туками. Это такие маленькие машинки разноцветные, трехколесные. Сзади там сидят три человека, они открытые по бокам, там ветер в волосах, вы едете навстречу приключениям. Но ездят они, конечно, очень медленно, вот. Но до ближайших каких-то мест легко можно добраться. Очень удобно. Поэтому, да, всегда предлагаются туристам такие вот тук-туки, если они хотят куда-то доехать, там, до города или на какие-то ближайшие расстояния. И вот это Лизе Палс, 4 звезды тоже, это очень хорошая такая твердая четверка. Достаточно большой номерной фонд, качественный. Тоже у них была небольшая реновация этим летом, то есть такой косметический ремонт они сделали. Пляж у них очень красивый, очень длинный, просто потрясающий. Ну, здесь вы можете видеть на этой фотографии часть пляжа, да, он дальше еще туда уходит, вот в ту сторону. Можно гулять, 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 просто бесконечно. Есть немного кафе-ресторанов, но нельзя сказать, что это прям супер какое-то место для тусовок, вечеринок, но есть куда выйти все равно в любом случае. То есть территория красивая, зеленая, компактная, есть все, что нужно. И вот, как я вам сказала, такая прям твердая четверка тоже очень у нас популярный этот отель. Далее мы с вами доедем уже сейчас до региона Бентота. Они соседствуют с предыдущим регионом, беру Вэлла. Буквально 10 минут максимум между ними езды, тоже вот на Тук-Туке. И отель Тала Бентота. Раньше он был о Ване Бентота, но в этом году произошел ребрендинг. И сейчас он называется Тала Бентота. Реноваться у него было в 2022 году. Все номера тоже CV, как я обозначила на презентации. Он просто у нас сейчас разлетается, как горячие пирожки. Я не знаю, сможете ли вы забронировать его, успеете ли, но если вы хотите его забронировать, то поторопитесь. Конечно же, он очень-очень популярный. Почему? Потому что вот пляж, на котором он расположен, он находится как раз по соседству с отелями. Синамон Бентота Бич, они прям вот друг за другом все стоят. Синамон Бентота Бич, потом Тала Бентота, потом Таш Бентота тоже очень популярный, наши 5 звезд отель. И этот пляж, вообще на самом деле мой любимый пляж, это Бентота. Почему? Потому что он широкий сам по себе. Там песочек такой нежнейший, светлого. Здесь тоже на пляжах Шри-Ланке песок разного цвета бывает, разной вот структуры. Вот здесь вот на пляже Бентота песочек просто супер мелкий. Супер мелкий, супер светлый. Ну, конечно, не как на Мальдивах, не такой белый, но что-то такое светленькое. Очень, конечно, красивый. И вот эти пальмы тоже вокруг джунглей какие-то. Тоже можно гулять там, ходить спокойно. И здесь можно заниматься и серфингом, и какими-то разными водными видами спорта тоже популярными. Здесь, там есть речка рядом такая с этим отелем недалеко, называется Маду Ривер. Вот по ней можно отправиться на речную сафари. То есть больше уже активности чувствуете, да? Там вот манкровые заросли, крокодилов можно встретить там вдоль этой речки. Она очень популярная. Туда, кстати, на эту речку из разных регионов вообще приезжают туристы вот именно поплавать по этой реке среди манкровых зарослей. Потом вот джетски, разные вот эти вот таблетки, как это называется по-русски, на которых катаются такие тьюб, да? Все это там есть на этой речке. Если кто-то хочет больше такого экстрима, каких-то развлечений, то они, конечно же, тоже будут рады наличию этого всего рядом с этим отелем. Сама территория у него компактная достаточно, но это не умаляет его преимуществ. Как я вам сказала, это четыре звезды, очень качественные и, конечно же, по очень классным ценам. Есть вот тоже тут категория номеров, которые выходят прямо вот к бассейну. Видите, на фото с левой стороны. Сейчас я вам покажу. Вот здесь, да, видите? Это не базовые категории, это же повышенные категории, супериоры, Севью. И у них вот есть прямой доступ к бассейну. И пляж Бентото. Вот здесь вот как раз на фотографии вы можете видеть тот самый пляж Бентото, про который я вам сейчас рассказывала, да? Какой он длинный, широкий. Тоже песочек даже там видно, да, такой светлый, красивый. Ну и сама зелень, да, вот эти вот все джунгли, которые вокруг, это все, конечно, вообще привлекает очень сильно туристов. Таш Бентото, вы видите на фотографии, вот он внизу здесь. А Тала Бентото, про который мы с вами сейчас говорили, он находится примерно вот здесь вот. То есть практически рядом они стоят. Это если пешком идти по пляжу, ну вот не более пяти минут. Здесь тоже есть на побережье немножко ресторанчиков, кафе. То есть, опять же, если есть потребность куда-то выйти что-то, покушать где-то за пределами отеля, то, пожалуйста, можно там это все сделать. Отель Таш Бентото, он очень большой. Вот сейчас я вам расскажу секрет, про который вообще никто не знает. Так что приготовьтесь, вы будете первыми, кто узнает об этом. Ну, конечно, кроме наших партнеров. Наши партнеры знают все. Так, в Таш Бентото была реновация летом 2023 года. Отреновировали номера. И изначально вообще до реновации базовая категория номеров в отеле Таш Бентото назывались Superior Garden. Потом дальше уже было Pool View, Sea View и так далее. Но сейчас, если вы зайдете и посмотрите на сайте туроператоров, вы увидите, что там появился еще стандартный номер. Базовый номер сейчас это стандарт. А вторая категория Superior Garden. Что это такое? Что это за номера такие стандарты? Дело в том, что так как отель очень большой, они не успели, конечно, отреновировать все номера базовой категории, которые собирались в Superior Garden. Поэтому часть номеров, которые не отреновировали, они теперь базовая категория, и они называются стандарты. А те номера, которые отреновированы уже, они так и остались Superior Garden. То есть имейте в виду, будете знать. Ну и, конечно же, нельзя сказать, что если они не отреновированные, то они прям суперплохие какие-то. Нет, это не так. Они не суперплохие, потому что у нас были заезды и прошлой зимой тоже. Туда всегда отель полный, он суперпопулярный. Там очень качественная еда тоже, очень большая территория, тоже два пляжа с разных сторон. Пляжи там просто вообще идеальные, красивые. И, как я вам сказала, да, можно и стандарты бронировать. То есть не бойтесь их бронировать, потому что на них сейчас тоже очень хорошие цены дают отели. И это не значит, что они будут очень плохие. Но если ваши туристы хотят уже что-то повыше, какие-то категории, то, да, конечно, пожалуйста, на любой вкус, так сказать. Тоже инфраструктура, да, тоже самое. Недалеко находится в пяти минутах езды от отеля. Пожалуйста, все есть. Рядышком всякие магазины какие-то, фрукты, что там еще любят туристы покупать у нас. Какие-то небольшие сувенирные лавки. Далее мы с вами перемещаемся, помните, да, едем вниз. И следующий регион у нас будет Косгода. Отель Sheraton Косгода, пятерка. Он находится в одной сети с Marriott. Чуть позже про него я тоже расскажу. Но что касаемо Sheraton Косгода, тоже прекрасный отель с длинным, также уединенным прекрасным пляжем. И также еще есть большое преимущество этого пляжа, что сюда приходят черепахи. Огромные черепахи. Есть такие большие морские черепахи на Шри-Ланке. Их можно встретить и в естественной среде. И также есть черепаши в ферме специальные, куда можно специально поехать и уже встретиться, познакомиться с этими черепашками там. Я тоже чуть позже расскажу об этом подробнее. Но вот Косгода, это так пляж называется, регион. Регион Косгода, он славится как раз черепахами, что они могут туда приходить спокойно на берег, откладывать свои яйца. То есть они прямо в этом регионе, очень много их обитает. И туристы даже просто гуляя по берегу или плавая в океане могут встретить огромные черепахи. Это тоже, конечно, большое преимущество. Отель находится в уединенном месте. Тоже видите, вот на нижней фотографии, да, вокруг здания. Там, получается, джунгли со всех сторон. Пляж прекрасный, как я вам сказала, тоже. Очень вкусное питание там, очень разнообразное. Все здания так классно готовят. Но все-таки сеть Мэрио, да, понятно. Ну и сам отель по себе такой стильный. Подходит он всем. То есть не только молодежь, но и любой категории туристов. По поводу номеров, кстати, тоже имейте в виду. Есть номера, которые обозначены Sea View. Но, как вы можете видеть, даже на фотографии отеля, он вот так расположен. То есть у него есть лицевая сторона, которая обращена на океан. Это прямой вид. Но здесь номера самых высоких категорий. То есть это президентские свиты там и так далее. А все остальные номера, не видите? Давайте я цвет поменяю, чтобы как-то выделялся получше на фотографии. Не особо выделяется. Так. Вот это лицевая сторона и боковые стороны. Да, вот по ним расположены вот так все номера. То есть это не будет прямой прям вид, как, допустим, в Цитрус-Васкадува, да, там просто Front Ocean. Здесь не так. Здесь немножко это идет боковой вид, но все равно океан, его видно легко. То есть там нет каких-то заграждений, еще чего-то. Это не мешает туристам. Но есть такая особенность тоже, имейте это в виду. Далее регион у нас Хикадува. Это один из топовых регионов вообще на Шри-Ланке. Все его очень любят, потому что там есть практически все, что нужно для туристов, для жизни. Есть развлечения какие-то классные. Но отельная база, скажу вам честно, там не особо разнообразная. Там есть пару совсем достойных отелей. Вот, например, Цитрус-Хикадува. Тоже вы знаете, это сеть Цитрус. Мы уже говорили с вами про Цитрус-Васкадува. Это пятерка. А Цитрус-Хикадува – это четыре звезды. И вот на нижней фотографии как раз вы можете видеть вот эту вот вся территорию отеля. То есть она небольшая, компактная. Отель сам по себе в высоту расположен. Просто вот это одно здание. Как раз это вот здесь находятся все номера. На первом этаже там лобби. И далее уже идут номера. Вот эти здания, которые с левой стороны – это ресторан, да, где туристы могут покушать, бассейн. И, в принципе, вся вот территория, как я сказала, достаточно компактная. Вот. Но так как это все-таки четыре звезды, нужно понимать, что это отель цена-качество. Поэтому те, кто любит качество за какие-то разумные деньги, эконом-вариант, то Цитрус-Хикадува отлично подойдет для таких туристов. Он находится недалеко от отеля Хикатранс. Я сегодня его не добавила в презентацию, потому что у нас так достаточно много отелей. И Хикатранс, я наверняка думаю, что вы все про него слышали. И так без меня. Но вот как раз Цитрус-Хикадува находится в пяти минутах от отеля Хикатранс. То есть туристы могут ходить на тот пляж купаться. Там достаточно удобная такая комфортная лагуна, защищающая от волн. Там и дети могут, и взрослые купаться. Как я вам говорила, да, там нет каких-то заграждений. То есть на пляж могут приходить все абсолютно. А также возле отеля Хикатранс есть черепахи, которые приплывают. Как раз эти огромные черепахи, которые приплывают к берегу. И там их можно покормить всегда. Вот, то есть развлечений достаточно много. А если пойти в другую сторону. Сейчас я вам еще раз нарисую. Вот если пойти вот в эту сторону, получается. Ну, сейчас это лево, а по факту, когда вы стоите спиной к отелю, да, это право будет. То там будет отель Хикатранс. А если пойти вот в эту сторону, то там будет очень много разных каких-то кафе, ресторанчиков. Там такая очень длинная пляжная полоса. Вот это вся Хикадува бич называется. И там уже расположились рестораны, кафе какие-то, где там музыка играет. Все там танцуют, поют вечером. Сёрфингом тоже заниматься там можно. Есть дайвинг тоже в этом регионе. То есть достаточно много разных каких-то развлечений. И также еще большой плюс, напротив отеля Цитрус Хикадува, есть большой супермаркет, который любят туристы, которые любят ходить в этот супермаркет. Да, они очень довольны, что он находится в такой ближайшей доступности. И еще плюсом ко всему, плюсы просто не заканчиваются у нас сегодня. То есть не с пляжной стороны, а вот с другой стороны отеля, там сразу же проезжая дорога. И вот вдоль этой проезжей дороги, опять же, очень много каких-то кафе, ресторанов, магазинчиков, там одежда какая-то пляжная вся, да, там легкая. Вот, поэтому если туристам что-то нужно такое, вот любители там такого туристического шоппинга, пожалуйста, им будет вообще идеально в этом отеле остановиться. А если пройти по этой дороге вот в эту сторону, там, если пешком идти минут 10 на машине, ну, в смысле на тук-туке, там буквально 3 минуты, там будет центр этого района Хикадува, и там уже можно по рыночку походить, там фрукты какие-то купить, еще что-то, какие-то такие маленькие магазинчики. То есть там, конечно, нет туристическая уже зона, да, там больше там для местных жителей, но вот кому там нужны фрукты, еще что-то такое, то вот в той стороне как раз все это можно найти. В эту сторону можно пойти тоже, там, опять же, все кафе, рестораны, магазины будут. Вот, то есть видите, отель, у него очень классная локация, куда не пойдешь, хоть по берегу, хоть по дороге, везде что-то интересное найдешь. Но этот отель, знаете, для кого не подойдет, для какой категории людей, для тех, например, кто не любит, когда вокруг много людей, кто любит, допустим, отдыхать от всех, да, чтобы вот не было вот этого толпы какой-то, не было шума, гамма и так далее. Вот для данных туристов такой отель не подойдет, и этот регион тоже не подойдет, потому что вот предыдущие регионы, которые я вам рассказывала, там есть Аванико, Лутер, прекрасный отель, или Талабинтод, тоже 4 звезды. Вот эти отели будут для них лучшим вариантом, нежели этот. Вот, поэтому давайте поедем дальше. Вот этот отель вы 100% никогда не видели, не знали, не слышали про него. Это отель Crystal Sands. Он находится чуть дальше Хикадувы, но тоже вот я прописала, да, видите, Хикадува в 10 минутах, а следующий регион популярный у Наватуна в 30 минутах, то есть он, можно сказать, так балансирует между ними. И только посмотрите, какой у него прекрасный пляж, тоже вот на нижней фотографии, вот это все такое естественное, натуральное Шри-Ланка, да, не испорченное вот этими разными кафешками, ресторанчиками и так далее. То есть именно такая природа настоящая, и отель, это как бы отель-апартаменты, да, тоже вот я прикрепила сколько смогла фотографий, да, на данный слайд, чтобы вы поняли получше концепцию. Концепт очень интересный, потому что это апарты, то есть это апартаменты, да, туристы тоже очень часто спрашивают, там, или семья большая едет, простите, или, допустим, близкие какие-то друзья, родственники, простите, которые хотят нам, допустим, в одном номере быть, но чтобы это были разные спальни, например, две, три спальни, четыре спальни, да, вот этот как раз вариант для них будет идеальным. И причем еще здесь в каждом номере есть на балконе вот такой вот классный бассейн. Он, конечно, небольшой, это называется планч-пул, но все равно очень даже такое хорошее преимущество. Не важно, сколько комнат будут апартаменты, но всегда у них на балконе будет вот такой вот мини-бассейн. Тоже есть там терраса большая, прекрасный вид на океан с балкона, конечно, вообще потрясающе. Ну и сама обстановка, тоже можете видеть, да, насколько стильно все это сделано. Вот на верхней фотографии с левой стороны, вот эта первая фотография, да, здесь вот как раз гостиная. Видите, да, все стильно, красиво, все новенькое. Он не так давно открылся, если я не ошибаюсь, это было года полтора назад он только открылся. То есть после короны уже его построили и запустили в продажу. Есть тоже небольшая кухня, опять же, что является большим преимуществом, да, там туристы просят иногда кухню. На крыше у него есть большой бассейн. У меня, к сожалению, уже не хватило места, чтобы вместить фотографии все. Но вот здесь находится большой бассейн с рестораном, куда туристы, опять же, могут ходить, кушать. Вот, и наслаждаться, конечно же, потрясающим видом, почувствовать именно такую, как, с одной стороны, и домашнюю атмосферу, а с другой стороны, это отель все-таки, да. Вот, поэтому тут можно сочетать два в одном. Спальни вот типовые все, да, вот как на нижнем фото. Такого плана будут. Следующий отель у нас звезда Унаватуны. Унаватуны – это вообще регион, один из топовых, вот наряду с Хикадувой, да, есть Хикадува и Унаватуна. Но они топовые. Почему популярные, да, типа? Потому что там хорошие пляжи, да, там удобно с детьми, например, там есть какая-то инфраструктура. Но это не значит, что другие регионы, про которые я вам рассказывала, что они какие-то плохие, да, вот то, что я вам говорила, Бентото, например. Мне Бентото нравится намного больше, чем Унаватуна, потому что Унаватуна – это всегда очень много людей. Особенно в сезон, когда просто выходят туристы из отеля, там гуляют, неважно, кафе или просто идут на пляж, там всегда будет очень много людей. Туристов, я имею в виду, русскоговорящих. Мы уже, честно говоря, называем Унаватуну, такой русской деревней, потому что там вообще все на русском уже. Все кафе какие-то, ресторанчики, магазинчики, все там на русском, все общаются на русском. Ну, так, то есть если приехать в какую-то другую страну, так далеко лететь, надо все-таки получить какой-то местный колорит, да, узнать, что это за страна, там как-то прочувствовать все это. Вот, но Унаватуна это немножко не то, это уже такая обрусевшая деревня. Ну, отель очень классный, вот Аралия Унаватуна это 5 звезд отель, тоже на нижнем фото, с правой стороны вы можете видеть, да, его, он такой возвышается, он такой один-единственный в этом регионе. В основном вокруг этого отеля тоже очень много каких-то мини-отелей, в основном это гестхаусы какие-то, четверки. Здесь вообще в этом регионе очень мало достойных отелей, именно пятерок, да, такого уровня. Вот, ну, Аралия, конечно, нас спасает. Спасибо большое, ее построили в 2020 году, как раз во время короны ее пытались строить, но, слава богу, достроили, и сейчас она успешно функционирует. Есть вот такие вот детские развлечения там тоже, да, в Аралии, все номера большие, вот тоже вот на фотографии выше, вы можете видеть стандартный номер, то есть это большая, большой по площади, светлый номер, опять же, с видом на океан. В принципе, все номера с видом на океан, единственное, там по этажности есть градации, то есть, если это какой-то невысокий этаж, может быть, второй, там, третий, да, типа этаж, то там, конечно, вид будет на океан, но он будет немножко такой смазанный, скажем. Будут там еще деревья перед этим. Вот, но чем выше вид, тем более он, конечно же, фантастически становится. Есть, кстати, в этом отеле тоже однокомнатные номера и двухкомнатные, то есть есть специальные апарты. Вот, к примеру, на данном слайде вы можете видеть категорию делакс. Есть еще one-bedroom apartment, это когда берем вот этот делакс и прибавляем к нему еще гостиную, то есть там смежная дверь и выход в гостиную. В гостиной там будет диванчик, стол обеденный и небольшая кухня. По-моему, даже со стиральной машинкой, там такая большая машинка стиральная, да, не было. Вот, и есть еще two-bedroom apartment, это когда два таких делакса, то есть один делакс с левой стороны, потом идет гостиная и еще один делакс с правой стороны, то есть две спальни и между ними и гостиная. Это называется two-bedroom apartment. Очень, конечно, удобно, опять же, очень часто его запрашивают для семей с детьми. Ну и не только с детьми, просто если там одна компания, тоже хотят быть вместе. Вот, классное питание, классный отель на самом деле, хорошая у него территория, тоже есть, причем шезлонги у него на пляже, как я вам говорила, да, обычно на Шри-Ланке не выставляют отели шезлонги на пляже, но этот отель выставляют, потому что там достаточно небольшая пляжная полоса, и его территория позволяет это сделать. Пляж очень классный, можно купаться и детям, и взрослым, но, как я вам сказала, уже он очень шумный. Очень много людей и на пляже, и рядом с отелем где-то там находится. Есть еще здесь такая особенность, есть Infinity Pool, как это называется, ну, вы знаете, да, Infinity Pool, это как без краев, в общем, бассейн без краев, как бы, это такой визуальный эффект создается. Он находится на практически крыше отеля, не совсем на крыше, да, там на последнем этаже, на 13-м. Вот он как раз на фотографии, но к нему доступ будет не у всех категорий отеля, потому что, как вы видите, бассейн, он достаточно небольшой. И, естественно, если все туристы пойдут купаться туда, что будет? Ничего хорошего не будет. Вот поэтому у базовых категорий к нему нет доступа. Доступ есть только у повышенных категорий к данному бассейну. Вот, но есть внизу, да, там на фотографии чуть-чуть видно его, вот здесь вот большой бассейн такой, рестораны тоже там, и возле бассейна бар на пляже. То есть вся инфраструктура отеля очень достаточно комфортная, и, конечно же, благодаря этому он очень-очень популярный. Если вы хотите реально бронировать ралли, продавать его и советовать вашим туристам, то делайте, пожалуйста, это заранее. У нас, конечно, очень много номеров в этом отеле, примерно половина отелей – это наши номера, но они все равно имеют свойство заканчиваться, потому что отель, конечно, супертоповый. А, кстати, вот видите, еще здесь, самочек не забыла я вам рассказать, здесь вот тоже такая особенность есть – групповой трансфер до паркинга, далее – шаттл сервис. Что это значит? Это значит, что в отеле «Арали» невозможно подъехать на большом автобусе. Это из-за логистики, да, то есть там очень маленькие улочки, мы ничего за этим сделать не можем, никто не может это изменить никак, большой автобус туда просто не проедет. Поэтому большой автобус доезжает до специального места, это касается, кстати, не только отеля «Арали», а вообще всех отелей в Буна-Ватуне тоже. Имейте, пожалуйста, это в виду, если хотите, можете предупреждать туристов, но как бы не критично, просто чтобы вы знали и они знали. Все отели у Наватуны находятся внутри вот этой вот деревушки небольшой и отдельно, там проезжая часть, да, там дорога, вот эта Голь-Рот, которая идет по всему побережью. И чтобы попасть внутрь этого региона, внутрь у Наватуны, да, нужно съехать с этой главной дороги и дальше уже ехать вот по таким маленьким дорожкам. Поэтому автобусы не могут туда проехать, соответственно. То есть автобус большой останавливается либо на Голь-Рот, на вот этой главной дороге, и дальше уже вот эти отели, они присылают за туристами какие-то свои шаттл-сервисы. Но это, скорее всего, это будет тук-тук, да, который я вам рассказывала, такие маленькие машинки. То есть это, опять же, очень близко, то есть это в районе там пяти минут занимает дорога. Но просто, чтобы туристы тоже понимали, почему их высаживают здесь, почему они здесь остановились, да, и что вообще происходит. Имейте в виду, что вот такой вот шаттл-сервис будет их доставлять в отели. Это еще у нас отель, это Мэриот, Великама. Это еще южнее получается регион. Великама – это самый известный регион для серфинга. Ну вот, как я вам говорила уже, мы на самом деле с вами прошли несколько регионов, которые для серфинга подходят. Это Бентота, Хикадува и Великама. Великама, какая у нее еще особенность, что она вся находится в такой достаточно большой бухте. То есть если вы посмотрите на карту вообще сверху, да, вы увидите, что это такая большая лагуна. И благодаря этому, конечно же, купаться можно здесь круглый год и комфортно, и взрослым, и детям. И здесь, причем есть такая особенность в Великаме, что очень пологий вход. То есть здесь нужно пройти немного, конечно, но примерно вот это расстояние... Да нет, это слишком большое, конечно, я нарисовала. Тут не масштаб там. В общем, примерно столько, наверное, нужно будет пройти, чтобы уже зайти в глубину. То есть это, опять же, очень удобно, если туристы с детьми, им не нужно бояться, что вот они там сразу пойдут, да, и выйдут глубоко. Нет, то есть возле берега есть достаточное пространство для того, чтобы детки барахтались в воде, сидели просто там и наслаждались. Вот, например, в Унаватуне, о котором мы с вами говорили сейчас, там совсем не так. В Унаватуне там как раз идет такой достаточно быстрый спуск в глубину. Вот, поэтому иногда это небольшой дискомфорт кому-то доставляет, но, опять же, не критично. У Унаватуна тоже она в бухте находится. И, как я вам сказала, вот Мариот Веллигама тоже, знаете, все сети отелей Мариот, и он представляет из себя, как вы видите тоже на фотографии, это высокое здание, это, опять же, вот этот прекрасный, шикарный вид с высоких этажей. Но здесь даже, здесь не так, как в Арале, то есть даже здесь, если какой-то там третий этаж или четвертый, там все равно будет прекрасный вид, потому что ему там ничего не мешает, тоже можете видеть на фотографии, никаких деревьев там перед этим нет. Поэтому все туристы видят прекрасный океан, прекрасные закаты со своих балконов, наслаждаются там вечерним чаепитием. Сами номера тоже классные, стильные, конечно же, очень, еда тоже очень вкусная, разнообразная, но все-таки это сетевой отель, они должны соответствовать сервису, сервисным стандартам. Что здесь можно делать? Опять же, как я вам сказала, да, здесь можно серфить, можно как и новичкам, так и уже профессиональным серферам. Возле отеля там влево-вправо пойдут туристы, они всегда найдут какие-то серфинг-уроки, там все предлагают, вот, поэтому кто хочет попробовать, кто хочет легко встать на доску, здесь вот как раз можно это сделать, научиться или уже отточить какие-то свои навыки. Также есть в отеле депозит при заселении. Все еще есть он. Для чего это делается и как это делать, я вам расскажу сейчас. Когда туристы приезжают при заселении в отель, им предлагают оставить депозит. Он не обязательный, но они могут что выбрать. Примерно депозит будет 35 долларов, то есть рупий местный, это примерно 10-12 тысяч рупий за ночь. То есть если туристы прилетели на 7 ночей, то, скажем, 30 долларов умножаем на 7 ночей, нужно будет оставить 200 долларов. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы туристы не носили с собой деньги нигде, да, ну и в то же время, чтобы у отеля не было проблем при чекауте, потому что были такие случаи, к сожалению, когда российские карты были заблокированы, и туристы вообще не смогли расплатиться, и у них там были огромные счета, да, в конце отдыха при выселении, и отелю, конечно, это не очень понравилось, поэтому ввели такие депозиты. Туристы могут что выбрать? Они могут выбрать не платить депозит при заселении, но тогда, если, допустим, они заказывают что-то в барах, в ресторанах, например, вот сидят, они возле бассейна заказали кокосы, да, в обычное время им бы принесли просто счет на подпись, они бы там написали номер комнаты, указали бы, расписались, и все. Потом при выселении уже оплата, но такое будет работать только если есть депозит. Если туристы не оставили депозит, то им принесут счет за этот кокос, и они должны будут его оплатить сразу же. Это, согласитесь, неудобно бывает, потому что там в бассейн пошли, ну какие деньги, да, какая там наличка, карточка, например, не работает, нужна наличка, да, естественно, не везде удобно носить с собой наличные деньги, поэтому если туристы не хотят носить с собой везде деньги, а хотят просто подписывать чеки, то им нужно будет оставить депозит при заселении. Вот, но, как я вам сказала, это все на выбор, никто никого не принуждает, поэтому если они не хотят, то не оставляют. Что у нас дальше? Посмотрим. А, Диквелла. Диквелла-резорт, он находится в уникальной локации, это уже почти что юг Шри-Ланки, мы с вами уже почти доехали до конца, добрались. Диквелла-резорт – это четыре звезды, отель не новый, но он популярный с года в год, не сбавляет свою популярность. Здесь номера расположены вот в таких вот уютных домиках, вся территория тоже компактная, и вы посмотрите только вот локацию, я вам добрала такую фотографию, на какой он локации интересной находится, да, то есть он стоит тоже между двух пляжей на таком вот выступе. Во-первых, отсюда, сейчас я цвет поменяю, здесь, да, отсюда открывается прекрасный вид на океан, скалы, да, то есть там ресторан находится, можно там наслаждаться видом каким-то красивым, можно пойти на эту часть пляжа и можно пойти на эту часть пляжа. Видите, оба пляжа, они получаются, опять же, в лагуне в такой, которая защищает от волн. Вот эти вот скалы, они являются как бы природным таким буфером, то есть вода, опять же, волны разбиваются об эти скалы, и дальше уже можно спокойно купаться. А вообще этот регион, он является тоже заповедным местом, здесь очень красивая природа, очень красивые вот эти пляжи, типа как баути, да, вот эти пальмы какие-то рядом стоящие, все здесь такое вот, ну, как райское местечко можно назвать. И тоже вот если проехать там немножко влево-вправо от этого отеля, там есть еще более красивые пляжи, вот именно как вот с картинок, просто с открыток каких-то, поэтому туристы, которые там останавливаются в данном отеле, в данном регионе, вот Диквелла, регион называется, они, конечно, вообще вот погружаются в такую очень красивую, очень аутентичную Шри-Лангу именно с картинок. Не вот такие обрусевшие деревни, как Хикаду, у Новату, у Тайхика Дува уже тоже, а именно в такую вот настоящую красивую Шри-Лангу. Так, ну, как я написала, отельчик очень уютный, небольшой и бюджетный, конечно же, вариант. Далее регион следующий – это Тангали, вот тоже в названии, видите, тут прописано Тангали. Тангали – это самая южная точка острова, и второй отель, который мы с вами уже рассматривали ранее, был Анантера Калутра, а этот второй отель – Анантера Тангали. Тангали – название региона, помните, да? Это тоже лакшери пять звезд, он тоже находится на территории красивейшего заповедника. Я почему-то вижу, что у меня немножко съехала картинка, я вам как раз картинку выбирала, чтобы вы увидели всю территорию заповедника. Вот здесь находится сам отель, видите, да? Вот эти корпуса здесь, вот здесь виллы тоже расположены отдельно, вот здесь находится ресторан просто с фантастическим видом, потому что, видите, здесь вот на скалах эта часть расположена на возвышенности, и вот когда все эти волны бьют со скалы, брызги летят в разные стороны, океан там бушует, это, конечно, вообще настолько потрясающе, настолько умиротворенно и красиво, и, конечно же, закаты. Тоже я прикрепила фотографии специально, чтобы вы видели, какие закаты. В Унобатуне, кстати, нет закатов, там немножко не так расположена бухта, она такая не особо закатная, поэтому для любителей закатов нужно будет выбирать какой-то другой регион, например, Ментота, Верувелла, ну и все вот регионы, которые мы с вами рассматривали вначале, потому что они прям на запад выходят. Итак, вернемся к отелю, тоже вот в этой части находится его пляж, видите, да, снова опять же лагуна, и здесь можно спокойно купаться. Здесь с одной стороны волнорез натуральный, и с другой стороны вот такой вот большой волнорез. А вот с этой стороны, давайте я поменяю цвет, вот с этой стороны это тоже все территория отеля, и дальше там на фотографии не поместилось то, что это территория заповедника. Там, конечно, потрясающе каких-то можно встретить разных мягких животных, или каких-то там бабочек, птичек и так далее. У них есть прогулки с натуралистом даже, он англоязычный, но вот отель делает такие прогулки. Для всех туристов это бесплатно, они могут пойти с ним на территорию заповедника, он покажет им, там все расскажет, по каким-то тропкам повозит, в общем, у них такое будет еще дополнительное развлечение. Анатра не нуждается, конечно, в дополнительном каком-то пиаре, но все равно скажу вам, конечно, что отели вообще потрясающие, отличные, это пять звезд лакшери, и именно там прекрасное питание, прекраснейший сервис, то есть там гость как бог, можно сказать. Ну, и пляж тоже отличный, там питание, то, что я вам уже сказала, и есть еще виллы тоже, что немалопажно. Это, конечно, не совсем бюджетная категория, прямо скажем так, совсем не бюджетная категория. Есть одна спальная вилла, есть двухспальные виллы. Вот на нижней фотографии тоже одна из вилл как раз представлена. Two-bedroom вилла – это вообще самая высокая категория, на ней, конечно, цена достаточно такая высокая тоже, но если кто-то будет с таким запросом, вы тоже можете всегда это предлагать. От отеля Анансера-Тангали, что можно сделать поблизости? Можно отправиться в городок Тангали, например, если туристы захотят, это в пяти минутах от отеля. Он находится тоже на тук-туке, они едут туда, там можно купить какие-то фрукты, опять же, если нужно, что-то какие-то маленькие магазинчики, но не сказать, что это прям вот туристический город, да, нет, это обычный местный городок, как районный центр считается того региона, вот, поэтому, если что, инфраструктура есть небольшая, но, скажем более, это такой, опять же, уединенный отдых, такой комфортный, размеренный, лакшери, вот. Рядом там есть еще такая лагуна, она называется Red Beach, буквально там с другой стороны от отеля, то есть сейчас на фотографии вы можете видеть прямо пляж от отеля, который, да, а если пойти вот в эту сторону, в другую противоположную, то там будет следующая лагуна, и она называется Red Beach, там можно увидеть песок с красными вкраплениями, это тоже очень красиво, вообще такая супер живописная лагуна, вот, то есть, опять же, вот эти вот фотографии, какие-то картинки, самый такой неизведанный Шри-Ланки, это вот, там тоже все это можно найти. И заключительный отель на сегодня у нас с вами, это Shangri-La Hambantota. Shangri-La, тоже многие из вас знают, это сеть отелей. Если выбираете этот отель, если у вас турист прилетает в Коломбо, то, конечно, лучше брать индивидуальный трансфер, потому что этот отель будет достаточно удален от аэропорта Коломбо, это примерно около трех часов. Так же, как отель Ананта-Ратангаль, нет, даже Shangri-La будет больше, Shangri-La будет в районе трех с половиной, может быть, три сорок пять даже, а предыдущий отель Тангали будет вот в районе трех часов, то есть, если вы выбираете данный отель, то, естественно, так как это все-таки пятерки, лакшери, то рекомендуйте, пожалуйста, вашим туристам все-таки брать индивидуальные трансферы в данный отель, потому что им будет так намного комфортнее. Если ваши туристы прилетают в Матало аэропорт, то для них, наоборот, это будут самые ближайшие отели, и для них будет буквально в районе 30-45 минут езды, в пределах часов тоже достаточно будет им близко. Отель Shangri-La имеет огромнейшую территорию, даже судя по фотографиям, вы можете уже это увидеть, это уединенная местность, там нет туристической зоны какой-то, вот этих всех туристических развлечений, здесь именно, опять же, прекрасная Шри-Ланка, нетронутая такая действенная природа, и там тоже есть огромные гольф-поля, кто любит такие развлечения, игры в гольф, тоже можно все это сделать на территории данного отеля. Для детей там есть развлечение, тоже и на фотографиях можете визить, там детки, он развлекается, делают какие-то, готовят еду, мастер-классы там какие-то проводятся. Обычно тоже есть два бассейна, один бассейн тоже там видите на фотографии с горками. Номера, естественно, стильные, красивые, все там четко, прекрасная территория, и тоже пляж достаточно большой, широкий, вот на левой фотографии можете увидеть, насколько длинная эта пляжная полоса, в доступе у туристов, просто гуляю и не хочу. Но здесь океан уже, это не лагуна, то есть здесь открытое пространство, и иногда здесь могут быть более активные волны, вот поэтому тоже имейте это в виду. И здесь, в этом регионе, здесь не будет серфинга, если что. Здесь не такие волны, не для серфинга. Так, а, ну да, еще здесь Ялопарк тоже недалеко. Про Ялопарк я вам скажу попозже. Так, да, мы с вами закончили с отельной базой. И, поздравляю вас, прошли тренинг. Сейчас давайте я немножко посмотрю вопросы, именно по отелям, если что-то. А, нет, если туристы проживают в другом отеле, детки зайти поиграть, нет, такого нет, конечно. Черепахи, да, экскурсии. Опасные течения, практически нигде их нет. То есть вот эти вот во всех океанах, да, тоже во всех странах есть такие обратные течения, они называются, они возникают стихийные, и чаще всего невозможно их прогнозировать. Но иногда это видно. Видно на фотографиях сверху, да, когда фотографируют океан, пляж. Но вот на тех перечисленных пляжах, которые я вам рассказывала сегодня, таких случаев вообще не было. Ну, на Шри-Ланке вообще очень редки такие случаи обратных течений. И я сейчас пытаюсь вспомнить даже. Когда-то были, да, в новостях такие, но это не в тех регионах, о которых мы с вами сегодня говорили. Вот, поэтому купаться очень. Клаб Памбей находится в городе Моровила. Это, как я вам говорила, выше от Коламба. Так, давайте тогда продолжим нашу экскурсию. Мы с вами уже посмотрели ролик, да, вот, в принципе, во время ролика вы могли видеть многие топовые места, о которых я вам буду сейчас рассказывать, там тоже самое Сигири, да, и мы с вами будем двигаться именно вот таким вот образом. То есть мы начнем сверху, с Сигири, да, вот отсюда, и пойдем снизу, сверху вниз, до конца дойдем. Как вы видите, да, я специально сделала такую карту, чтобы было все наглядно. Все какие-то топовые исторические места, интересные места, они находятся в центре острова, не на побережье, не на одном, не на другом. Все находится в центре острова, поэтому самый оптимальный вариант, как вы можете продавать вашим туристам Шри-Ланку, как вы можете ее предлагать, чтобы им максимально было комфортно, чтобы им нравилось, это комбинированные туры. То есть если туристы хотят не просто проводить время на пляже, а я вам скажу по секрету, как и в других, в принципе, странах, просто каждая страна, она по-своему прекрасна, и я считаю, что каждую страну нужно смотреть. То есть когда человек приезжает просто на пляж, ну, это немножко не то, естественно, вы все это прекрасно понимаете. Вот, и чтобы увидеть, узнать эту страну, нужно проехаться по вот этим вот всем местам, которые я обозначила на карте максимально, да. Это сделать можно за несколько дней, как я вам говорила тоже в начале, у нас есть разные пакетные туры, уже стандартные наши просчитанные, да, программы по этим всем топовым местам, они начинаются от двух ночей, то есть две ночи, три ночи, четыре ночи, пять ночей и так далее. Вот, также под ваш запрос, как туристы захотят, какие-то свои места, может быть, мы тоже можем все это прекрасно сделать, рассчитать под любые запросы. Вот, ну и как я вам сказала, да, вот, допустим, они прилетели в Колумба, скажем, и если вы их отправляете сразу же на побережье, да, вот куда-нибудь сюда, допустим, они приехали на пляж без раунд-тура, они встречаются с отельным гидом, он, конечно, тоже им предложит все эти экскурсии, посмотреть все это, они выберут, да, но это будет дополнительный им путь, потому что они уже проделали вот этот путь от аэропорта вниз, да, а теперь им нужно будет опять вот сюда, допустим, поехать, но они, конечно, не так поедут, они поедут обратно вот так вот и вот так вот, если в Сигирию, то вот так вот и вот так вот, или вот так вот как-то, да, то есть, ну, смотрите, какая тут логистика, да, поэтому это, конечно, не всегда бывает удобно, поэтому самый оптимальный вариант, как я сказала, то есть туристы прилетели, сразу же они едут по экскурсионке, одну ночь здесь, например, вторую ночь здесь, третью ночь здесь, и потом дальше на побережье, да, это вот такой золотой треугольник типа, и то есть они будут счастливы на самом деле, они увидят, узнают Суши-Ланку, они увидят людей, они увидят разные регионы, попробуют еду, посмотрят все самые топовые достопримечательности, и потом уже вернутся на побережье, вот, но тут, конечно, как они захотят в любом случае, но я бы вам рекомендовала, чтобы тоже повышать ваш профессиональный, так сказать, рейтинг, все-таки рекомендовать на Шри-Ланку комбинированные туры, вот, и давайте мы с вами пройдемся по самым топовым местам быстренько, я вам расскажу, как мы с вами уже договорились, да, пойдем сверху вниз, начиная вот отсюда, и поедем вниз. кто хочет, скриньте, скриньте слайд, и едем дальше. Первое, самое топовое у нас место, это, конечно же, Сигири, львиная скала, вы ее также видели на видео, которое я вам показывала, потрясающее место, просто посмотрите, такая скала, это естественное, конечно же, образование, то есть это не построено, это не руками человека было построено, и вот такое образование, да, находится в центре джунгли, она достаточно высокая, с нее открывается просто невообразимейший прекрасный вид, когда вы забираетесь на самый верх, это можно сделать очень легко, в районе часа туда подъем, подъем комфортный, там есть такие лесенки специальные для туристов, вот, поэтому подниматься туда могут и дети, и взрослые, даже сами местные, вот они постоянно путешествуют, во Шри-Ланке, тоже можно часто видеть, как они там и с детьми с маленькими, там 3 года, 5 лет, они все идут на эту Сигирию дружной семьей, вот, впечатляются, так сказать, своей страной, очень любят, конечно, свою страну местные жители, и, как я вам сказала, сами путешествуют, вот, поэтому у Сигири, вы можете здесь увидеть остатки храмов, да, каких-то вот на вершине скалы, я возьму какой-то другой цвет, остатки храмов, каких-то построек, дворцов, да, я вам специально нашла фотографию тоже, как вот это выглядело все с правой стороны, в какие-то там предыдущие года, когда это все функционировало, внизу располагался город, жили обычные люди, тоже вот видите, там есть специальные резервуары, туда приходили слоны пить, потому что раньше все перемещения были на слонах, преимущественно, вот, а на вершине уже, естественно, жил сам король, он туда не просто так забрался, тоже там есть очень красивая легенда, интересная, про этого короля, какой он был, почему он туда забрался, на вершину горы, почему спрятался там, почему поставил льва охранять вход, тоже вот видите, на левой фотографии, здесь остались только лапы льва, да, если сможете разобрать, вот здесь лапы, а здесь, по идее, была еще голова льва, но она уже, конечно, разрушилась, не сохранилась, здесь вход в пещеру, а вот это вот лапы льва, сохранившиеся, то есть там сидел лев с открытой пастью, пасть это была как будто вход, да, и, то есть он, так сказать, отпугивал разных людей, кто не должен был заходить туда, как я вам сказала, да, с этим связана была очень интересная легенда, но это вот все уже подробнее узнаете, когда приедете на Шри-Ланку, сами погрузитесь в эту атмосферу, подниметесь на вершину, прочувствуйте все это и вдохновитесь, так сказать, потому что места, конечно, вообще потрясающие, вот Сигирия, это одно из самых топовых мест, которые нужно посетить на Шри-Ланке, и также это объект ЮНЕСКО, тоже, как я упомянула на слайде, и была построена в пятом веке еще нашей эры, Дальше рядом с Сигири находится тоже одно из топовых мест, это называется Дамбула, Дамбула, это место с пещерными храмами, храмами, это пещерный храмовый комплекс, который был построен еще в первом веке до нашей эры, представляете, появилось, когда это все, но, конечно, это было не в таком все виде, нет, не обольщайтесь, в первом веке до нашей эры это все было намного проще, это были просто пещеры, вот этого тоже не было заграждения, как на нижней фотографии, вы видите, да, такая белая часть, и над ней скала, то есть этой белой части не было, просто была скала, и внутри пещеры были, да, в которых сидели монахи, здесь на Шри-Ланке, помните, да, это буддийская страна, и здесь есть такой опыт, что люди уходят из своей какой-то обычной мирской жизни, наши современные, да, ну, в то время их современные, они становятся монахами, отшельниками, уходят в такие вот пещеры, медитируют там, достаточно долгое время проводят без каких-либо благ цивилизации, это и сейчас до сих пор это все существует, все это есть, у меня даже есть знакомый такой, один, который оставил свою семью, оставил свой бизнес, карьеру, и вот на склоне лет, так сказать, он ушел вот медитировать в пещере, отказался от всего, без телефонов, без одежды, без всего, вот, поэтому, да, это были именно такие намедитированные, можно сказать, энергетически очень сильные места, вот эти пещеры, потом их становилось все больше, вот, представляете, тоже они были вот эти, все разрисованы, вот видите, как на нижней фотографии, тоже с левой стороны, внутри, да, вот эти все стены, потолок, все это разрисовано натуральными красками, это сохранилось еще с тех времен, конечно же, там были реставрации, но это вот было все так изначально, так и по сей день, далее пещеры, они разрастались, то есть, в течение времени туда приходило все больше и больше монахов, там вот, допустим, сначала пришли в первом веке до нашей эры, потом появились еще позже, другие пещеры рядышком, то есть, их становилось все больше, и поэтому сейчас даже, когда вы гуляете там, вы как будто вот переходите из одного века в другой, то есть, тоже вы можете увидеть, как там вот эта наскальная живопись менялась, да, вот эти какие-то архитектуры внутри пещеры тоже, это, конечно, все очень увлекательно, но и места сами по себе такие очень красивые, опять же, джунгли рядом вокруг, обезьянки разные там бегают, прыгают, вот, и места исторические, опять же, тоже это объект ЮНЕСКО. Далее у нас будет Кандид, да, Канди это прям вот в сердце острова он находится, прям вот точечка-точечка, давайте еще раз покажу вам, чтобы вы поняли, вот видите, прям вот он здесь, Канди, прям вот в серединке острова. Канди это была столица Кандийского королевства, вообще это было большое королевство, как многие из вас наверняка знают, Целон, это и есть Шри-Ланка, да, вот этот Целонский чай, и так далее, это все о Шри-Ланке, и когда-то вообще за всю историю Шри-Ланки она была захвачена и португальцами, и голландцами, и британцами, да, здесь это бывшая вообще британская колония, вот, последний, кто здесь правил, это были британцы. В 75-м году они все ушли, оставили Шри-Ланке суверенитет какой-то там определенный, но вот до этого времени очень много всего, конечно же, здесь происходило, на таком вот маленьком острове. Все хотели им править, потому что он, очень удобное у него расположение, именно, если смотреть на мировой карте, по шелковому пути, да, здесь проходили разные корабли, которые были с торговыми грузами какими-то, также Шри-Ланка это был остров корицы, так его тоже называли, потому что здесь выращивается самая лучшая корица в мире вообще. Та корица, которая в России, конечно, которую вы пробуете, она не из Шри-Ланки, чаще всего привезена, а из каких-то других стран, из Китая очень много привозят, но там это все, ее называют шокассия, то есть это не настоящая корица, а когда будете на Целоне, на Шри-Ланке, попробуйте именно здесь корицу, здесь можно чай попробовать с корицей, очень часто сделать, можно прямо в трубочках купить, да, это вот натуральное, либо уже порошок, это когда трубочки их истерли в порошок, вот, но лучше всего, конечно, покупать в трубочках эту корицу, это такой невыразимый просто аромат, здесь есть и мыло с корицей, шампунь с корицей, потрясающе, вот, и да, очень много специй, не только корица, но и, конечно же, это все было на вес золота в какие-то там древние времена, поэтому Шри-Ланку все пытались захватить, вот, как я вам говорила, да, португальцы, голландцы прошлись тут, оставили свой след, тоже свою культуру какую-то, чуть позже, да, я вам покажу отдельно город, и вот как раз британцы, когда правили, тоже пытались захватить Кандийское королевство, в то время была Шри-Ланка на три части вообще поделена, то есть Кандийское королевство большое было, да, здесь были такие сильные, властные люди, они очень такие аристократичные, даже сейчас это можно проследить, то есть у них это в крови есть такое, да, что они отличаются, они чувствуют себя другими, как будто более высокими, именно по социальным положениям, по статусу, по крови, там есть такое разделение, на самом деле, на Шри-Ланке, вот, и да, когда правили британцы, и до этого голландцы, они правили только двумя другими территориями, но не Кандийским королевством, Кандийское королевство смогли захватить только через 13 лет после начала правления британцев, то есть представляете, да, они вот еще в течение 13 лет не оставались, как остальные регионы, да, остальные регионы, они просто взяли по умолчанию себе, вот, но Кандийское королевство, они были другими, конечно же, не на тех напали, как говорится, и они выстояли достаточно долгое время, но потом все равно их присоединили, конечно же, к остальным владениям британцев, потом британцы увидели, что как раз возле Канди, и возле региона Нварелия, тоже чуть больше про него, там вот эти вот все регионы, там подходящий климат для чая, кофе, и вот там они засадили свои плантации, чайные, кофейные, кофейные у них не пошли, плантации, не получилось, а вот чайные как раз, да, прижились, и все, и тогда вот как раз и начался чайный бизнес, тогда и все узнали про остров Цейлон, про знаменитые чаи цейлонские, вот, до сих пор все это, конечно же, есть на Шри-Ланке, и можно все это увидеть, попробовать и узнать. Ну и вот Канди, да, мы посещаем тоже этот прекрасный город, там больше всего достопримечательностей каких-то, там как раз есть знаменитый храм Зубубуды, где хранится Зубубуды, это одно из главных паломнических мест для буддийцев, ну, все туда могут заходить, Зубубуды, конечно, нельзя увидеть, потому что его показывают только раз в год на определенный праздник большой, он у нас был в августе, Пирохера, вот, но в храм можно зайти, да, посмотреть на всю эту красоту, на убранство, поучаствовать в каких-то церемониях, там, положить подношения какие-то там, цветочки или сладости, тоже вот именно пропитаться этой культурой на Шри-Ланке. Также ботанический сад, вот на этих фотографиях вы можете увидеть такие диковинные растения, деревья, пальмовые рощи, огромный, красивейший ботанический сад, в котором собраны деревья со всего мира, разные, и на Шри-Ланке еще есть такая особенность, что здесь все растет просто невообразимых каких-то размеров. Здесь вот именно такой климат, в котором практически все растет, и если это растет, то оно растет просто гигантских размеров каких-то, и вот там на входе тоже есть такие просто огромнейшие, необъятные деревья, я не знаю, как вообще их можно обхватить, никак, ну, в смысле, никак, да, их нельзя обхватить, сколько человек, я имею в виду, может поместиться, да, если просто взяться за руки, я думаю, что человек, наверное, шесть. Есть такие деревья, наподобие вот в Америке, в Секвоя парк, тоже, может, видели на фотографиях, знаете, огромнейшие вот эти гигантские деревья, вот, и в Канде, в этом ботаническом саду тоже есть такие деревья, конечно, когда стоишь рядом с таким деревом, ты чувствуешь эту энергетику, мощь, вот это вообще, вся сила его, это очень красиво, вот, ну, и такие вот диковины, всякие фикусы, и там даже есть дерево, посаженное Юрием Гагариным, и в честь Александра I тоже дерево есть, посаженное там, в этом парке, пальмовые рощи, бамбуковые рощи, есть там еще такое место с мостиком, где снимали Индиана Джонс какие-то эпизоды, вот, то есть очень классный парк, тоже мы там гуляем обычно в этом саду, Пинавелла тоже находится недалеко от Канди, это слоновый питомник, это государственный питомник, и там еще рядом есть негосударственный, в чем отличие, Пинавелла, государственный питомник, в который привозят слонов из диких джунглей, то есть, допустим, если со слоном что-то случилось, например, он повредился, или маленький слоненок остался без родителей, там умерли его родители, что-то случилось, ему нужна помощь, их привозят вот в такой вот центр, они там живут какое-то время, им помогают, лечат, но их не приручают, то есть, там не используют какие-то инструменты, чтобы они приручались, да, чтобы они привыкали к людям, почему? Потому что их потом обратно отходят в джунгли, выпускают, они там уже живут дальше своей жизни, вот, поэтому в Пинавелле можно увидеть очень много слонов в одном месте, там можно увидеть, как там их купают, вот тоже на фотографии с левой стороны, видите, там они стоят в таком озере, и на них там сверху поливают из шланга огромного такого, можно посмотреть, как там кушают слоны, да, но нельзя с ними, там кататься, там на них нельзя, вот, это главное отличие, потому что вот рядом там есть другие питомники, небольшие, там буквально три-четыре слона, может быть, живет в таких питомниках, и вот в таких питомниках можно кататься на слонах, можно там купаться с ними, а в Пинавелле такого нет, но зато там есть большое количество слонов, которых можно увидеть всех одних разом, всех разом, точнее, вот, также после Канти есть сад специй, тоже я вам немножко рассказывала, когда про Аюрведу, вот как раз в таких садах специй можно познакомиться с разными специями, узнать, как они растут здесь на Шри-Ланке, для чего они используются, я имею в виду, для здоровья, да, как их сочетать, как комбинировать и так далее, это, конечно, большая наука, но можно к этому прикоснуться, тоже узнать немножко побольше об этой культуре, тоже это все вот мы посещаем во время Канди, экскурсии, чайные фабрики, плантации, да, это мы с вами едем дальше вниз уже, между Канди сейчас и регионом Нуфары-Эли, дальше там начинаются такие горы высокие, да, это высокогорье уже ниже Канди, и там как раз находятся все чайные фабрики, плантации, то, что вам там где-то говорят или туристам говорят, что можно чай на плантации, на фабрике купить на побережье, но, конечно же, такого нет, потому что чайные плантации, им нужен определенный климат, такой климат только высокогорье, это не побережье, поэтому то, что там говорят сейчас на побережье, мне, конечно, это не очень нравится, потому что, ну, это некорректно туристам, туристы думают, что это правда, вот, чайных фабрик на побережье, конечно, нет, и пусть не может, то есть, это все привезенное, и, как бы, неизвестно, какого уровня, какого качества, да, вот, поэтому лучше всего, конечно же, отправиться как раз на все эти плантации, посмотреть, как растет чай, вот эти прекрасные женщины, да, там работают, собирают чай, узнать, какие листики, какому сорту соответствуют, как это все пакуется, как вообще чай изготавливается, как он получается, какие листы, да, особенно, там столько всего интересного, можно попробовать разные абсолютно виды чая, есть там золотой, серебряный, черный, зеленый, конечно же, чай с разными добавками, там же все это можно купить, вот эти все, вы тоже их знаете, конечно же, даже если вы не были на Шри-Ланке, Дилма, Липтон, Акбар Ти, да, Акбар, это все со Шри-Ланки, представляете, да, это все здесь находится, и вот увидеть всю эту историю, да, вот этот вот, все знают, чай со слоном, помните, цилонский чай, да, это же все здесь было, и вот можно как раз окунуться в эту атмосферу, побывать на всех этих чайных плантациях, почувствовать себя там сборщиками чая, собрать себе чай, и взять с собой как сувенир со Шри-Ланки, классно на самом деле, очень все это интересно, и для взрослых, и для детей невообразимый опыт, ну и, конечно же, сама природа в этих регионах, она невообразима, просто красивейшая, вы только посмотрите, да, даже на фотографии, вы видите этих прекрасных женщин, которые собирают чай на фоне водопада и вот этих зеленых гор, настолько это красиво, просто вживую, конечно, не сравнение с тем, что на фотографии. А дальше тоже есть такое место популярное сейчас, это Абулубава, то есть мы все еще едем сейчас в одном регионе с вами между Канди и Нварелли. Сейчас на секунду включу карту тоже, вот мы здесь с вами находимся сейчас, чтобы вы не теряли наш маршрут, вот здесь мы с вами проезжаем, вот здесь вот все как раз плантации, фабрики и так далее, вот в этом месте, то есть не вот здесь, не здесь, а именно вот здесь. Вот. И давайте вернемся обратно. Здесь вот по пути, как раз когда ездите из Канди в Нварелли, вот эти все водопады красивейшие, облака спят на горах, вот эта вот туманность какая-то, чайные плантации, вот видите тоже на большой фотографии, это вот как раз чайные плантации, они так вот растут, такими красивыми ровными кустиками, и зелень, это вообще настолько она яркая, настолько все эти разные оттенки зеленого, потому что сверху это посветлее листики, да, к низу они более темные становятся, ну и представьте, вот еще вот эта вот вся игра света, это настолько красиво, и зеленый цвет еще плюс ко всему, он действует на наш организм, как такой гармонизирующий, успокаивающий, ну это как цветотерапия, ну и представьте, если вы находитесь столько дней, путешествуя по Шри-Ланке, когда вас окружаются эти джунгли разных цветов, я имею в виду разных оттенков зеленого, это, конечно, просто полная гармония и умиротворение, вот, на Шри-Ланке, поэтому все такие счастливые, довольные, искренние люди, тоже люди, это отдельный, кстати, момент, который нужно отметить на Шри-Ланке, но вы об этом можете узнать, только когда приедете и увидите их глаза, их улыбки искренние, и их радость, вот, вернемся, давайте, то есть сейчас я вам буду очень долго все это рассказывать, амбулу-бава, это популярная такая башня, сейчас тоже она набирает популярность, все хотят на нее попасть, вот она как раз слева на картинке, можно подняться на самый верх, вот сюда, вот прям, и оттуда будут открываться такие виды, господи, нигде таких видов я еще не видела, как оттуда, иногда вы можете стоять прямо над облаками, да, это в зависимости от погоды, то есть иногда облака бывают даже ниже, чем этот шпиль, и вы, получается, находитесь уже над облаками, там вокруг красивейшие горы тоже, фантастически, вот потом просто можете после вебинара в гугле посмотреть, амбулу-бава, напишите, посмотрите вот эти все картинки, да, там разные ракурсы, я просто не могу вам много добавлять всего, вот, но можете отдельно посмотреть и впечатлиться этими прекраснейшими видами, вот, но, конечно, не все могут подняться туда, я, честно, я не поднялась до конца, до последней лестницы, я поднялась примерно, сейчас покажу, откуда, ну, до сюда где-то, я, наверное, поднялась максимально, можно еще вот до сюда подняться, здесь такая смотровая площадка, ну, вот, то есть, в принципе, там с любого, конечно же, уровня будут прекраснейшие виды, потому что сама башня, она уже находится на вершине горы, вот, то есть, неважно, на каком уровне вы там находитесь, всегда вы увидите прекраснейшие виды, но самые, конечно, смельчаки, кто взбирается до конца, до самого верха шпиля, это, конечно, потрясающе, вот, что у нас дальше, а, ну, в Ореле, вот, как раз мы приехали с вами в Нумареле, это маленькая Англия, такой, смотрите, уютный городок, он расположился тоже посреди гор, его построили англичане, поэтому он так и называется, маленькая Англия, тоже все эти домики, видите, это, конечно же, не лангийская архитектура, вот эти все ландшафтные дизайны, это было все сделано англичанами, они очень любят этот город, даже сейчас у них есть очень много домов там, туда приезжали вот во время колонизации, да, когда Шри-Ланка была колония Англии, Британия, они приезжали как раз на Парелью, чтобы отдохнуть от жары, потому что на Парелье было жарко, британцы сами знаете, да, они там любят Лондон, вот это вот дождливое серое все, поэтому им не хватало немножко здесь, этого на Шри-Ланке, и они построили себе вот такой вот городок, сейчас этот городок, он очень популярный тоже среди туристов, и местных жителей тоже, все хотят почувствовать иногда немножко прохлады, охладиться, так сказать, и вот это единственное место на Шри-Ланке, где можно это сделать как раз в полной мере, единственный холодный город, ну, холодный он тоже, опять же, как в определенные месяцы, и по ночам он прохладный, я была там как-то в июле, там было 6 градусов ночи, представляете, то есть, конечно, серьезно так все, плюс 6, вот, но в обычные дни там солнечно, тепло горы вокруг вот эти красивые домики, там можно посмотреть самую первую почту на Шри-Ланке, вот она тоже на нижней фотографии находится, вот, так что, да, очень такой эстетичный и красивый город, который радует глаз, ну, и, конечно же, все эти плантации тоже чайные рядом, там все это мы посещаем, когда едем туда, далее мы с вами едем еще дальше вниз, это город Элла, тоже, вы наверняка все слышали про него, как вообще не знать про Эллу, знаменитый девятиарочный мост, который построили также англичане, да, во время правления своего им нужно было доставлять чай, специи, что-то из центра острова на побережье, поэтому они построили железные дороги на Шри-Ланке, которые функционируют до сих пор, вот эти мосты, это тоже все они строили, этот мост построили вообще без единого гвоздя, без единой вот этой арматуры железной, да, представляете, и это настолько величественно, настолько красиво, тоже вот на верхней правой фотографии вы можете увидеть издалека, да, этот мост, то есть насколько он маленький, и вот эти все джунгли его окружают, горы, просто откуда ни возьмись, появляется этот мост, да, очень красивая постройка, прежде всего, ну и место само по себе, Элла вообще мой любимый город на Шри-Ланке, такой величественный, а сам город тоже, не думайте, пожалуйста, Элла, город, он не представляет никакой ценности, исторической или какой-то культурной, а единственные места, которые возле него есть, это вот девятиарочный мост и малый пик Адамы, вот на котором девушка там стоит с левой стороны, помните, да, большой пик, это три часа подъема, малый пик, это полчаса подъема, и очень, конечно, легкий там подъем, то есть, опять же, и дети, и взрослые туда поднимаются, но виды просто фантастические, вот эти, опять же, горы вокруг вас, вот эта высота, там все безопасно, не переживайте, пожалуйста, но, конечно, этот дух захватывает и стоит того, стоит посещения. На мосту можно прогуляться либо пешком, да, опять же, либо вот прокатиться на таком поезде, тоже очень популярно, вы видели, конечно же, много-много раз эти фотографии, все как там девушки в красивых платьях, развивающихся, из-за поезда выглядывают, ну, такое, в общем, это не совсем безопасно, конечно, но обычно так фотографируются туристы. Большой Пикадама, да, я вам уже про него рассказывала, подъем наверх минимум три часа, спуск вниз тоже после рассвета, столько же, это паломническое место, и это самая высокая точка на Шри-Ланке. немногие, конечно, отваживаются на этот поступок, подняться туда, я еще не отважилась, поэтому, если что, мы можем тоже это сделать, точнее, организовать для ваших туристов. и сафари в национальных парках тоже, это очень популярно на Шри-Ланке, такое вот экскурсии, такие развлечения, есть очень много здесь в национальных парках, но самый, конечно же, известный, это Яла парк, он находится на юге острова, недалеко от отеля Шангрила и Ананта-Ротангали, вот, и что из себя представляют такие парки, то есть, это огромная территория, никто там ничего не строил, там нет никаких строений абсолютно, это просто территория заповедника, там живут различные животные, да, леопарды там можно встретить, олени, крокодилы, птицы разные, обезьянки, слоны, конечно, на Шри-Ланке очень много слонов, и, кстати, такие слоны, как на Шри-Ланке, их больше нигде нет, то есть, это эндемики, вообще на Шри-Ланке очень много разных растений и животных, каких-то птиц, насекомых являются эндемичными для данного острова, то есть, их нигде в других странах в этом мире больше нет, потому что остров, да, он изолирован, то есть, исторически так сложилось, что здесь формировалась своя флора и фауна без какого-то лишнего воздействия, то есть, они никак не смешивались с другими странами, вот, поэтому на Шри-Ланке вот слоны, представляет собой символ такой определенный, и здесь, как я сказала, шри-Ланкийские слоны, это вид слонов, которых нет в других странах этого мира, и мы катаемся по парку этому, в таких открытых сафари-джипах, тоже вот на нижней фотографии вы можете их увидеть, там нельзя ходить пешком, нельзя трогать животных, нельзя их кормить, ничего нельзя делать, просто можно наблюдать за ними, то есть, едем на джипах, останавливаемся, увидели там животное, увидели там семью слонов, как они играются между собой, посмотрели, понаслаждались, едем дальше, встретили леопарда, посмотрели, как он охотится, едем дальше, встретили оленей, посмотрели, как леопард на них охотится, едем дальше, недавно видели тоже один из наших гидов, не недавно, относительно так, но это вот такое яркое воспоминание, потому что я такого не видела, конечно, здесь на Шри-Ланке, леопард просто утащил вот такого бэмби оленя на дерево, он затащил его и сидел там, ел, представляете, нашему гиду с группой повезло такое вот встретить, природа, она есть природа, конечно, что сделать, павлинов, конечно, там немеряное количество, ну, тут везде на Шри-Ланке их очень много, они просто так даже возле отеля могут спокойно гулять павлины, они все дихие, конечно, непрорученные, но их везде можно встретить, обезьянки тоже, в общем, очень много животных, именно познакомиться вот с обитателями острова можно в таких вот национальных парках, но и самое главное, что это их живая природа, да, что это их среда обитания, то есть они там не в клетках, их никто там не держит, их никто там не бьет, ничего с ними не делает, то есть они там абсолютно свободные, это счастливые, свободные животные, к которым мы приезжаем в гости и там наслаждаемся. Так, и что еще у нас есть? А, Галли, Галли, да, Галли это единственный город, который находится не в центре острова, такая единственная достопримечательность, которая находится на побережье, находится он рядом с Уноватунной, этот городок, это старинный португальский форт, ну вот то, что я вам рассказывала, да, жили здесь португальцы, голландцы там и так далее, вот, и вот благодаря им как раз был построен такой вот форт, он сохранился до сих пор в очень хорошем состоянии, тоже, как вы можете увидеть, такие красивые улочки, здания какие-то, и можно вот как раз прогуляться по этому старинному форту, посидеть в кафешках, вкусно покушать, купить сувениры, прогуляться по самому этому форту, по стенам, посмотреть на прекрасный вид, который открывается с этих стен, маяк, встретить закат, в общем, город очень такой душевный, там такая очень теплая, интересная атмосфера, такой атмосферы, конечно, на Шри-Ланке я ни в одном другом городе не встречала, очень мне тоже нравится этот город, вот, так что тоже он очень популярный. Есть еще черепашки фермы, тоже немножко я вам рассказывала, вот такие огромные черепахи, их можно встретить в океане, но иногда с ними случается беда, например, они попадают там в переделку с акулой, встречаются, да, там акула их укусила, или они попали под лопасти рыболовецких судов, что-то, в общем, с ними случилось, да, и тогда их отвозят в специальные черепашьи фермы, они расположены возле Хикадувы, возле Казгоды, такие черепашьи фермы, то есть вот на том побережье, на западном как раз, там им помогают, либо лечат их, либо, если, допустим, не могут вылечить, то уже оставляют черепаху там жить, да, в специальных резервуарах, там заботятся о ней, а если могут помочь, то помогли, вылечили и отпускают обратно, то есть так просто их там никто не содержит. И также там вот выращивают маленьких черепаша, да, там есть отдельная такая площадка, где песком все залито, засыпано, и там как раз откладывают яйца черепахи, потом из них вылупляются маленькие черепашата, и вот можно иногда попасть в такой момент, в определенное время, когда этих черепашат маленьких выпускают обратно в океан, можно тоже иногда в этом поучаствовать, там с маленькими вот этими, посмотрите, вам даже меньше ладони, да, совсем маленькие, такие они милые очень, можно вот как раз их выпустить в океан, они дальше там бегут сами уже и уплывают. Да, это прекрасное, конечно, место, на самом деле на Шри-Ланке очень заботятся люди о своей земле, о флоре, о фауне, о животных, здесь никого не уничтожают, а там никого не... Даже если змею встретят местные жители часто, да, на побережье, в отелях, конечно, не встретят туристы змею, потому что там всегда обрабатываются территории, за этим следят. А иногда вот люди, кто живет в джунглях, к ним могут заползать на территорию, конечно, змея. Вот, и даже в этом случае ее не убивают, звонят специальному сервису, который приезжает, забирают ее и отвозят далеко-далеко в джунгли, и там уже выпускают обратно в природу. То есть, вот представляете, вот так, да, у них все сделано, то есть никто никого не убивает, все очень заботятся о братьях наших меньших, так скажем. Кто у нас еще? А, есть еще киты, да, конечно, есть еще киты в нашей Фри-Ланке, но это сезонная экскурсия, вот, допустим, на западном побережье сезон наблюдения за китами с конца декабря до конца марта. Если это восточное побережье, то это, соответственно, с мая по конец сентября где-то. Да, то есть они тоже мигрируют, перемещаются, но тоже смотрите, имейте в виду, что вот, допустим, как на фотографии с левой стороны, когда он выпрыгивает, да, тут такого не увидите. То есть максимум они, вот, хвост можно увидеть над водой, как на другой фотографии с правой стороны. Тоже туристы отправляют на таких вот лодочках, на таких катамаранах, так скажем. Это групповая экскурсия, например, если они выплывают в океан, там плавают в районе 3-4 часов, могут встретить там и дельфинах еще, и черепах также, и китов. Но это тоже тут уже повезет, иногда встретят, иногда не встретят, их никак не приманивают. Поэтому тут только на везении. Но все-таки, да, у кого есть мечта встретить китов, убить из китов недалеко где-то от себя, то, пожалуйста, можно вот тоже говорить, что на Шри-Ланке это возможно. И все, да, это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Конечно же, хотелось бы еще помочь с вами пообщаться, но нужно иногда останавливаться. Вот. Сейчас я почитаю ваши вопросы. Вопросы. Если что-то накопилось, пожалуйста, напишите, да. Немножко поотвечаю на вопросы, и будем с вами уже прощаться. Хотелось бы еще сказать спасибо в очередной раз нашим дорогим партнерам, туроператору «Спектру» за то, что предоставили нам такую возможность поделиться с вами Шри-Ланкой, нашей любовью, нашими наблюдениями, какими-то нашими знаниями. Вот. Спасибо вам, что нашли время в вашем плотном рабочем графике. Знаю, это не понаслышке, как сложно иногда найти время в нашей профессии. Вот. Но всем спасибо, кто присутствовал сегодня, кто будет смотреть записи тоже. С черепашками, интересно, плавали, кормили. Да. Можно плавать иногда с черепашками. Вот. Поэтому, если что... Что-то у нас презентация случилась. Давайте почитаю вопросы, какие есть. Так. Это можем. Я тоже подключилась. Дарья, спасибо большое. Слышно меня? Да, Дарья. Даша, спасибо большое. Очень интересно было. В очередной раз захотелось на Шри-Ланку. Еще раз хочу представить. С нами была Дарья Майстер. Экзотик Холидейс Интернешнл ДМС на Шри-Ланке. Вот. И я хочу еще добавить спасибо большое тоже от себя сказать. Спасибо большое всем, что нас слушали. Были с нами вместе целых даже два с небольшим часа. Вот. Единственное, хочу сказать такой момент. Вот я написала, что меня спрашивали, сколько лететь до Шри-Ланки. Лететь до Шри-Ланки восемь с половиной часов. Вот. Я написала, что аэропорт Жуковский, но вполне возможно, что будет аэропорт Домодедово. То есть нужно смотреть расписание. У нас в системе все будет, все указано правильно на сайте, когда вы будете смотреть. Вот. Это вот как бы внесла я такую корректировочку маленькую в то, что написала. Даша, спасибо большое. Всем большое тоже спасибо. Презентацию, скорее всего, можно. Спасибо вам огромное. Пока-пока. А, я должна была еще свои данные. Коллеги, сейчас на секундочку. Вот, пожалуйста, почта. Если кому-то будет интересно и есть вопросы, и нужно будет написать. Еще раз представлюсь Ирина Абулова, Абулова, нижнее подчеркивание, айсобачкоспектрум.ру. И следите за нами в сетях. Да, всем спасибо большое за благодарность. Я сейчас читаю чат. Очень, да, от души рекомендую вам приехать на Шри-Ланку и самим, и туристам ваших отправить, потому что на самом деле это страна потрясающая. И каждый найдет что-то свое в этой стране, и все будут счастливы и в восторге. Я просто уверена, что вы получите от ваших туристов очень много обратной связи, очень много отличных отзывов после посещения Шри-Ланки. Вот, ну и, конечно же, вас тоже будем ждать с нетерпением. Всегда будем рады встречать вас и ваших туристов. Спасибо. Пока-пока. Спасибо. Всем до свидания. Пока-пока.